всем привет дорогие друзья подписчики и гости моего канала с вами канал факью где-то дневник трейдера и мы продолжаем друзья среда 20 05 вчера немножко поторговали почти почти вышли в ноль там без малых копеек грубо говоря да но просадку свою 3 процента мы отбили отработали отбили некрасиво говорить отработали и это хорошо это свидетельствует о том что более ли или менее мы привыкли к рынку да к этому новому волатильному рынку который обусловлен всеми этими коронавирусами кризисами и всем остальным до рынок падает банки его накачивают рынок падает банки его накачивают поэтому в этом условии этой просто гипер волатильности придется учиться работать итак друзья давайте быстренько сделаем обзор рынка что у нас ночью было да что произошло ночью и так как вы видите я тут немножечко вчера рисовал до прогноз на цену она практически также пошла только у меня здесь она выходила наверх и опять и шла вверх но конечно же ночной силы движение ей не хватило сессия закончилась нью-йоркская да посмотрим не вот здесь она уже и заканчивалась и тут уже покидали получается трейдера покидали рынок и покатилась потихоньку вниз до закрытием сессии начали выходить трейдеры и потихонечку пошла вниз да но в принципе до этого момента дошла сюда не хватило потому что люди заканчивали рабочий день вот надо эти все линии по удалять они нам не интересны горячий вкусный кофе так поехали смотреть что у нас здесь творится ночью на токийской сессии в принципе цена откуда во и ушла до при выходе трейдеров гопа не было сегодня и туда и пришла грубо говоря сейчас вот цена поджалась какому-то лимитному уровню у нас это что-то похожее что-то похожее на 09 450 это по евро доллару помню я такой уровень 09 450 так отвлекли меня на минутку да что-то в районе 450 не он в районе 450 да и сейчас в принципе если давайте кинем этот уровень да просто 450 449 нормально 1 1 минус туда-сюда так смотрим на минутке как у нас это все выглядит на минутке немножко какая-то рванина давайте на 5 минутки так что у нас был у нас подход да потом цена немножко отбилась был у нас один ложный пробой второй ложный пробой третий вот сейчас случился третий причем сложный ложный пробой да на 5 минутки одним баром вторым третьим четвертым потом цена ушла что-то цену не пускает будем короче следить за развитием событий причем у нас уже видите два здесь локальных таких уровня зеленых да будет этот уровень вчерашний локальный да мы его днем провели вчера цена тоже об него тут хорошо останавливалась да вот и это второе же такое у нас сегодняшний уровень локальный да где цена после ночи после токийской сессии вот тормознулась и дальше выше идти не хочет да пока что будем смотреть наблюдать что происходит поехали дальше новозеландец ну по новозеландцу в принципе такая же ситуация да только наоборот но опять же новозеландец уже и достиг своих максимумов и смотрите по новозеландцу рисуется неплохая картинка да неплохая картинка надо сейчас на это отреагировать у нас тут двойная вершина на локальном тренде такая небольшая пунктов на 200 то есть отработка у нее будет где-то 130 да и цена только пошла давайте переключимся на м1 и посмотрим как тут у нас дела обстоят на м1 ну на м1 они так себе обстоят да а на м5 чтобы было получше видно ну вот на м5 если ставить стоп то где-то за эту свечку до пятиминутную вот и в принципе ну надо входить пока цена возле уровня может быть это конечно поспешное решение но такие классические модели как двойные вершины обычно себя отрабатывать очень даже хорошо с 55 на 150 попробуем отработать эту модель давайте посмотрим что у нас здесь со стоп лоссом да стоп лосс у нас чуть выше ну вернее на грани да конечно хотелось бы его за за закинуть потому что цена волатильная большая цена может вернуться опять же если пробило и если начнет отрабатываться модель да то она будет отрабатываться поэтому обычно двойная вершина до или двойное дно причем здесь у нас такое двойное если на пяти минутки двойное получилось тройное уже до тройная вершина или голова и плечи каких еще называют но все это ерунда друзья все намного проще здесь у нас уровень да и это просто ретесты уровня на нападение и всего лишь на все обычно эти модели отрабатывается таким образом до одно про один тест второй ретест третий ретест потом цена идет вниз и делает плечо снизу до такое консолидация под уровнем и потом идет падение дальше до какого-то следующего уровня в принципе ближние у нас вот есть уровень вчера он тоже локально на новозеландцы нарисовался там тычками у него да вот смотрим тоже было на тык-тык-тык и цена потом ускакала вверх но потом все-таки пошла вниз да вот поэтому двойная вершинка у нас нарисовалась ну попробуем ее отработать попробуем ее отработать принципе моделька хорошая поехали дальше друзья по франку что же у нас тут по франку по франку у нас тут пошел набор позиции вокруг сильного круглого уровня 097 30 как мы видим цена пошла немножко вниз немножко вверх немножко вверх пилился короче уровень теперь цена спала вниз посмотрим насколько она сходила на 80 пунктов на 80 пунктов такое как походик за стопами да опять же общая тенденция у нас за полторы сутки можно сказать что она у нас нисходящая потому что даже вот этот хай уже не имел силы после обеда до перебить прошлые хаи да хоть чуть-чуть не перебил но все равно но это ложное пробитие по по уровню тоже видим да как уровень у нас нормально правильно проведен четко отрабатывает служит уровнем сопротивления пробитию цена уходит вниз на токийской сессии и и заталкивает еще ниже да и вложит на уровень вот этот и вот мы видим лондон открывается у нас вниз лондон у нас открывается вниз и цена у нас побежала вниз это хорошо это хорошо поход за стопами здесь можно будет входить где-нибудь давайте на минуточку тоже перекинемся но на минутке конечно очень рванино давайте на пяти минутки посмотрим да вот пошел набор позиции вверх-вниз вверх-вниз вниз то есть у нас один тест второй тест потом здесь непонятно и третий тест цена после третьего теста ушла вниз и сейчас если она вот тут походит будет тест на пробитие и несколько тестов на пробитие она не пройдет получится какой-то объем консолидации да на падение хорошо это мы поняли поехали дальше австралиец австралиец в принципе смотрите все все у нас показывает на то что у нас сегодня ждет падение австралиец тоже как мы видим австралиец у нас тоже на двух вершинах да после небольшого восходящего такого движения образовалось две вершины или даже три вершины давайте на часики глянем на часики такое просто да видно несколько ретестов уровня да это был пробой потом один ретест второй здесь отскок и здесь пробой уровня да но цена опять убежала у нас вверх зараза такая так поехали дальше ну такое что-то вроде как вроде как нападение на вроде как нападение можно попробовать зайти с небольшим стопом в 30 пунктов вот сейчас да вот прям сейчас на отработку этой модели 30 на 90 давайте войдем стоп небольшой на продажу 30 на 90 30 на 90 почему за эту свечечку ближайшую закинули стоп наш да если цена пойдет в нашу сторону то это будет пробитие пробитие этого уровня который он она она сейчас не преодолела но моделька у нас то есть уже пробит пробилась по-любому будут толкать вниз до чтобы отработалась у нас двойная вершина 190 пунктов но округлим до 200 чтобы легче было считать это где-то порядка 110 120 пунктов отработки должно быть то есть цена должна скользнуть у нас под этот наш локальный уровень до вчера проведенный а уровень был видим на цена от него вверх вниз ну вот то есть должен должно быть прокалывание а у нас take profit как раз здесь и стоит под под этим уровнем так что вероятно очень даже велик смотрим по фунту по фунту по фунту по фунту по фунту цена себе сходила вверх ничего не образовала до ложный сложный пробой вернулась обратно под уровень консолидируется под уровнем видите как консолидация и невозможность пробить еще одна попытка все цена развернулась пошла и уже видите образует консолидацию под следующим уровнем то есть вероятность у нас по фунту на шорт причем хороший такой на 300 пунктов на нет негде стоп спрятать мы тогда его поставим просто стандартный 50 на 150 будем пробовать от уровня забирать тем более что движение небольшое движение как вы видите небольшое до половины диапазона то есть все вполне возможно все вполне возможно ждем ждем консолидации под уровня каком-то да чтобы цена у нас не вернулась обратно так поехали дальше дальше у нас канадец так канадец 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 у нас ночью смотрите достаточно а ну правильно его толкали доллар канадец да доллар падал канадец рост получается потом по выходили с шортов да он откатился причем смотрите откаты конечно такие по тысячу пунктов до ночи говорят что ночью нельзя торговать потому что маленькая волатильность смотрите тысячу пунктов волатильность отлично отлично вот вам канадец как инструмент для ночной торговли так откатился у нас канадец на этот уровень немножко его на токийской сессии пропихнули до видим ложное пробитие до тест идет уровня 39 300 ложное пробитие потом попытка попытка дать и на пяти минуточку перейдем чтобы было более до попытка не получилось и сейчас опять пробитие до уже на 90 пунктов опять это может быть поход за стопами и рынок сейчас пойдет вниз к уровню уровню 39 084 тоже локальный уровень мы вчера провели его да ну выглядит перспективно на шорт тоже тоже на шорт да то есть большая у нас консолидация под уровнем большая консолидация под уровнем почему бы и нет как говорится ена 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 у нас тоже смотрите сформировала двойную вершину надо вот это не пропустить друзья двойную вершину причем от этого уровня да вот смотрите раз два три четыре пять пять попыток проколоть ее в этом месте неудача отбой отбой у нас на 250 пунктов сюда то есть если у нас сейчас ена если ли ена у нас продавят к уровню да то можно будет рассматривать хороший шорт уровней на 250 сколько у нас тут большая самая вершина 350 до вполне 250 к этому уровню может быть откат что ж друзья проанализировали быстренько рынок для себя сегодня справились быстрее за 17 минут а не за 25 30 как обычно растем на все хорошо ставлю на паузу буду наблюдать если что-то take или стоп уже тогда включусь и будем анализировать да в принципе будем смотреть какой сегодня рынок будет будет ли такая же конская волатильность как вчера или это уже закончили пампить до нашей рынке накачивать накачивать валютой вот национальный будем посмотреть короче все ждем смотрим дальше включусь пока пока итак друзья смотрим австралиец мы зашли 30 к 90 до 30 к 90 австралиец прошел в нашу сторону 1 к двум поэтому стоп лосс предлагаю перетащить в без убыток давайте проверим чтобы это точно был без убыток да даже немножко за много чуть-чуть пару пунктиков назад вот так чтобы люфт у нас был какой-то да плюс минус 13 пунктов талян уже что-то там новое выпустил а новозеландец еще пока не прошел новозеландец у нас 50 на 150 да как соточку пройдет вот будем тоже передвигать стоп в без убыток ухталян бомбит что-то новости какие-то уже смотрю новый видос всем тоже рекомендую но не на правах рекламы друзья да вот не на правах рекламы политика это дело каждого выбор каждого да какую политическую силу поддерживать но раз так уж случилось что выскочила здесь то я скажу да я поддерживаю политическую партию анатолия шария все хорошо будем следить смотреть что у нас будет происходить дальше с нашими отработками двух вершин итак друзья закрываемся по без убытку по австралийцу да цена поползла против нас да давайте откроем посмотрим это более наглядно причем сформировав модель ложного пробоя на 20 пунктов 50 60 будет здесь то есть уйдет за уровень ну ничего давайте посмотрим на историю счета плюс 1 и 2 до ровно в без убыточек мы закрылись но прибыль зато не отдали как говорится но есть у нас еще новозеландец который от тоже ползет в обратную сторону ну посмотрим модель модель двойной вершины не отработала еще себя 200 пунктов до прошли только 65 обратно же может быть поход сюда за стопами и потом уже пойдет вниз цена да вот по австралийцу если цена развернется будем еще раз пробовать входить вниз так друзья хватаем стопик по новозеландцу да надо было бы тоже при увидении разворота цены да и пампинг и и вверх надо было бы наверное тоже закрыться в без убыток да то есть как мы знаем новозеландец у нас всегда немножко всегда немножечко прибыль опаздывает да и это должно было послужить сигналом да на закрытие в без убыток сделки но я что-то как всегда блин протормозил получили убыток получили стоп ничего страшного что страшного будем смотреть что будет дальше происходить все у нас смотрите опять начинается бешеная волатильность опять начинает накачку да у нас цены все лонги полетели вверх резкая свеча вверх пробивается у нас уровень по евро доллару на 1 2 прошивается резко вот и будем смотреть что будет происходить и где будет закрепляться цена пока что ничего не понятно да пока что ничего не понятно не отработались у нас двойные вершины не отработались ни по новозеландцу не по австралийцу опять же не факт может быть из-за большой волатильности сходят сейчас тоже за стопами вот я поймал стопа да сходят сейчас за стопами пунктов на 80 на 90 и потом цена тебе потихоньку развернется и отработает двойную вершину то есть это может быть тоже поход за стопами для для того чтобы легче цене потом пойти вниз будем смотреть наблюдать если же цена будет возвращаться у нас ниже к уровню под уровень будем пробовать еще раз входить тем более смотрите по австралийцу какая у нас картина это у нас средина нашего атера то есть отсюда цена может двигаться как и вверх так и вниз ходу у инструмента еще достаточно много да то есть это это золотая серединка наша откуда во цена может стрельнуть в любую из сторон причем смотрите какая закономерность наши проведенные уровни да практически совпадают с нашей ценой хода атера на то есть силой силой инструмента на сегодня поэтому есть у инструмента да сила ходить и туда и сюда волатильность большая будем ждать смотреть что произойдет да вот если цена сейчас начнет возвращаться обратно а есть а еще лучше если сейчас что-то сформируется да как ложный пробой второй барчик пойдет вниз да это закрепится сейчас вверху 2 откроется и пойдет вниз тогда точно будем еще разочек пробовать проходить на отработку двойной вершины потому что отработки как таковой не было да то есть цена сходила четверть здесь да и четверть здесь ну то есть обычно где-то 70 процентов отрабатывается сейчас отработалась только 25 ну не знаю я скорее всего думаю что это поход за стопами на то есть поход за стопами сейчас она начнет возвращаться все смотрим ждем анализируем дальше не так друзья сделаем еще попыточку на вход отработки да по по данным позициям по австралийцу и по по новозеландцу да вот так что это у нас австралиец давайте 50 на 150 вот все-таки у меня убеждение о том что что двойная вершинка себя должна отработать да сходили сейчас за стопами вот сходили сейчас за стопами как мы видим да здесь сходили порядка 60 70 пунктов здесь сходили тоже порядка 70 пунктов вот и мне кажется что сейчас все-таки пойдет движение вниз обычно обычно на двойной вершине или двойном дне такое происходит то есть это можно так сказать обычное поведение да то есть идет у нас пробой подтверждение модели да какое-то закрепление потом цена может выходить вверх делая такое небольшое еще плечико и потом уходит вниз так как волатильность у нас сильная да они вот сейчас уже сходили получается за стопами по забирали стопы и сейчас обратно цена возвращается под уровень все будем ждать смотреть что будет происходить вот надеюсь очередного похода за стопами не будет хватит ребята да давайте модель надо отрабатывать а вы тут за стопами ходите давайте шортите шортисты елки-палки итак друзья как мы видим австралиец у нас уже прошел 105 пунктов в нашу сторону поэтому по австралийцу переносим наш стоп лосс в уровень без убытка да вот и в принципе и по новозеландцу тоже предлагаю перенести стоп лосс в уровень без убытка так как цена импульсно бежит вниз и так же как она импульсно бежит вниз она также и импульсно может до побежать вверх поэтому переносим стопы в уровень без убытка чуть-чуть тут еще пару пунктиков подтянуть вниз давайте на минутку перейдем для того чтобы убедиться что у нас точно в без убытке да здесь в без убытке так там у меня раскричали домашние и здесь в без убытке чуть-чуть побольше буквально два пунктика если с такого расстояния побежит обратно то уже побежит все друзья ждем ждем получается окончание трейда или будет take profit в принципе на данном этапе здесь у нас нету никакого никакой поддержки до поддержка у нас вон аж где на 65 060 до поэтому пускай летит как говорится пускай летит и тут у нас тоже видим до вчерашняя локальная поддержка которую мы зеленым провели до локальный сильный уровень был несколько раз он встречался и не пробивался или сверху или снизу там зеркальный это уровень получился если я не ошибаюсь по новой зеландии да тоже у нас take profit над ним то есть вероятность того что цена таки дойдет до наших take profit велика все ждем ждем что произойдет и уже включусь а вот смотрите почти по по австралийцу забрали take profit да буквально капельки не хватило вот я люблю такие моменты до одного пункта небось не хватило цена укололась сейчас разворачивается обратно это что у нас 300 уровень до 300 и сейчас будет блин дикий разворот в обратную сторону на ничего страшного сидим ждем упорно сидим ждем отработать надо получается сколько цена прошла 120 130 до одна вершина 130 вот в принципе по сотке можно было бы и закрыться потому что насколько я помню у нас двойные вершины по 200 130 это как бы уже такой максимальный предельный лимит ну короче смотрим или или берем take profit или нет у нас три к одному у нас по-другому быть не может все в тем более в безубыток мы перенеслись да то есть для нас это убытком не станет точно вот поэтому а вот кстати вот здесь допустим видно хорошо двойную вершину на то есть 200 200 пунктов и уже 100 пунктов прошло то есть по новозеландцу только 50 процентов цена прошла да давайте по австралийцу посмотрим по австралийцу тоже порядка 200 пунктов и цена прошла 122 до тоже чуть больше 50 процентов где-то 55 60 процентов то есть ну доход до наших take profit вероятность дохода велика ну и мы по-другому не можем быть не можем работать потому что когда мы ставим фиксированные стопы да когда мы ставим один к трем мы теряем этот один и потом чтобы заработать мы должны брать три понимаете отбить этот один и плюс еще две части заработать 1 уходит нам в прибыль а вторая служит риском для следующего входа в рынок поэтому ну или так или никак то есть если мы будем что-то здесь ставить стоп лосс один к трем а потом закрываться один к одному допустим ну это то же самое чтобы поставить take profit один к одному зачем тогда изначально ставить take profit один к трем правильно правильно поэтому горячку пороть не надо от убытка мы себя уже оградили до цена сходила в нашу сторону один к двум мы стопы подтянули поэтому все нормально да вот конечно австралиец негодяй негодяй буквально чуть-чуть не дотянул до take profit а я так думаю там один два пункта да по по спреду не дотянуло да потому что даже на несколько пунктов зашел за наш take profit да и потом начала цена резко разворачиваться но как мы видим по евро доллару и доллар франку да как бы нету нету резких никаких обратных движений поэтому вероятность того что цена сейчас пойдет дальше очень велика то есть да есть приостановка движения до пробили уровень и думает что делать дальше то есть если сейчас цена закрепиться на за уровнем и пойдет дальше то вероятность того что и остальные пары будут также реагировать тоже велика все смотрим наблюдаем не хочу растягивать видео не хочу растягивать видео и так уже полчаса больше часа она начинает заглючивать залипать это философия никому не нужна она нужна мне а я сам себе смогу потом пофилософствовать когда просматриваю дневник вечером да друзья такой небольшой офф топчик тоже это не реклама просто я такой человек который любит всегда рассматривать две точки зрения да вот одним из таких каналов на ю тубе который выражает вторую точку зрения является канал крамола вот советую подписаться на этот канал здесь почему он так и называется канал крамола да что такое крамола это что-то запретное таинственное до которое никому ничего не рассказывает да вот этот канал он выражает противоположные точки зрения и вот сегодня вышло хорошее видео вот не буду называть эти слова в своем видео потому что youtube потом не хочет монетизировать эти видео да потому что сейчас уже искусственный интеллект до чего дошел что с текста уже умеет да как как наши помощники в телефонах смартфонах умеет распознавать наш голос умеет распознавать то что мы им говорим так же самое youtube умеет распознавать то что мы наговорим делает с этого с этого голоса субтитры да и если в этих субтитрах встречаются определенные слова потом это видео не выдается в поиске вот но вам советую вот этот канал посмотрите другую точку зрения на то что сейчас происходит в мире вот такой коротенький у в топчик друзья итак друзья смотрим что происходит по новозеландцу мы взяли take profit да но сейчас я хочу закрыть ордер по вернее по австралийцу взяли take profit но по новозеландцу я хочу закрыть вручную ордер хотя бы с небольшим плюсом объясняя почему смотрите что я увидел да вот локальный уровень 60 839 40 на давайте посмотрим здесь лоу до 60 842 low 60 838 60 842 60 838 то есть здесь есть какой-то уровень куда пока что цена пройти не может да и как мы видим сегодня при движении до ночью получается это немножко отодвину чтобы было видно таймфрейм ночью тоже был бы цена проходила до потом пыталась вернуться но все ниже ниже не пустили цена пошла дальше вверх то есть здесь какой-то есть локальный уровень сильный не сильный но терять прибыль мне не хочется потому что мы четко не дойдя там десяти пятнадцати пунктов к нашему take profit у цена развернулась и идет вверх да то есть что то здесь есть говорится ты суслика видишь нет а вот здесь есть вот не хочу я этого суслика поймать и сейчас опять закрыться по безубытку лучше я закроюсь с небольшим с небольшой прибылью да вот по новой по австралийцу take profit взяли но опять же видите тоже цена развернулась и пошла вверх то есть было это же видите тоже видно здесь что здесь был какой-то 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 уровень поддержки да видно его вот поэтому поэтому и вот здесь тоже смотрите если смотреть по этой паре здесь тоже да цена ударилась и пошла вниз то есть есть какой-то сдерживающий фактор зачем нам его ловить да и так я уже пересидел 70 пунктов в обратную сторону жалко что я не увидел это быстрее да то есть когда я увидел что цена начала разворачиваться я такой думаю блин что же творится а давай-ка детальнее посмотрим а вот что творится здесь какой-то есть локальный уровень видите мы вчера провели на цене 6800 да это круглый уровень провели а тут есть еще какой-то небольшой локальный уровень который тоже сдерживает нашу цену и как мы видим цена и развернулась и вот сейчас стремится вверх поэтому я решил не закрываться по безубытку а вручную зафиксировать прибыль да потому что и так уже много потеряно порядка семидесяти пунктов все продолжаем следить за нашими графиками продолжаем следить за общей происходящей картиной мне вот нравится что по и не происходит смотрите какое здесь накопление идет копеечка в копеечку до под этим уровнем давайте перейдем на более мелкий таймфрейм посмотрим да то есть четко цена подходит у нас уровню тут даже вот зеркальный уровень у нас сформировался как я вижу чуть пониже да вот 684 вот смотрите как четко видно да смотрим на этот бар минутный low у него 685 у этого бара high 687 у этого бара 686 да вот мы имеем и у этого бара у нас high 685 да смотрите плюс минус 3 пункта бьется цена в какой-то уровень сопротивления у нас да смотрим high 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 686 вот вот вам и 685 грубо говоря нас наш уровень сопротивления который цена уже не может пройти достаточное время поэтому вот этот уровень надо подкорректировать более точно потому что проводил я 685 потому что эти уровни проводятся по дневках на дневках есть люфт небольшой да есть небольшой люфт плюс минус несколько пунктов потому что ты четко ну не видишь где эти бары касаются то есть ты видишь когда проводишь горизонтальную до линию ты видишь просто что кончики баров дата дотрагиваются нашей линии поддержки или сопротивления да ну то есть нашего уровня они дотрагиваются все и ты так оставляешь вот но четко вот можно сейчас вот подкорректировать было 695 пунктиков вниз опустили и теперь у нас есть четкий уровень от которого можно будет поработать по доллар-иене вот если цена вот смотрите было раз касание 234 и цена сейчас оттолкнулась и пытается идти вниз но мы знаем что на таком волатильном рынке да цена может несколько раз ходить и ну в принципе тут можно еще входить да нет уже нельзя уже ну хотя на грани но зачем нам такой большой стоп выдерживать посмотрим в принципе цену поджимают под уровень до идет накопление энергии консолидация идет у нас если сейчас все продолжится в таком русле да и цену подожмут под самый уровень будем будем ожидать продолжение движения цены вниз а тут есть куда двигать так как мы идем возле средины нашего от и ара и тут у нас достаточно таки крупный запас хода около по от и ару около 200 пунктов до если к уровню к уровню смотреть 230 пунктов вот и мы будем заходить если от уровня будем заходить вот то будем где то заходить опять же один к трем давайте посмотрим что у нас здесь есть но конечно стоп лоск хотелось бы куда нибудь спрятать повыше да вот но один к трем будем заходить с маленьким стопом вот смотрите цена опять же опять же коснулась после завтра из нашего уровня пошло ложное пробитие да прошло пробитие грубо говоря вот сейчас посмотрим что будет происходить и по енки возможно зайдем то есть если не будет сейчас у нас перехая вот этого уровня до то возможно с 30 на 90 войдем в рынок посмотрим что будет происходить пока что ставлю на паузу вот друзья смотрите определил я куда мы поставим свой стоп вот смотрите здесь было какое-то у нас сопротивление после чего цена ушла на 80 почти на 90 пунктов вверх здесь можно поставить стоп лосс то есть если сейчас не будет пробития вот этого уровня до цена дойдет до него развернется и пойдет дальше вниз мы входим в рынок и стоп лосс наш ставим вот за этот уровень 714 до что это у нас что это что это что это 700 уровень 800 уровень у нас пониже вот сейчас 700 уровень до сдержал вот смотрите копейка в копейку 701 сдержал небольшое ложное пробитие цена развернулась и идет вниз то есть вполне вполне себе такой хороший стоп лосс да и с небольшим стопом мы можем войти по отработать иену вот смотрите 30 30 пунктов отличный стоп 30 на 90 можем войти и даже прямо сейчас это уже надо делать заходим на сел устанавливаем 30 на 90 30 на 90 смотрим вот даже смотрите 30 на 90 даже выше выше а она же получается нам учитывает нет 30 на 90 вот даже чуть выше о смотрите да здесь какой-то уровень есть мы стали ровно там на 5-6 пунктов выше этого уровня видите какой-то сдерживающий фактор тоже здесь есть так что стоп лосс плюс-минус установлен правильно вот поэтому будем ожидать нашего тейк профита все пока что ставлю на паузу ждем кстати смотрите что хотел показать по новозеландцу да я оказался прав так бы мы вышли по по без убытку да а так мы забрали небольшую прибыль хотя бы один к одному да то есть вот этот уровень отыграл тоже локальный уровень отыграл большую роль цена от него смотрите как сильно оттолкнулась да уже вот 200 пунктов от него прошла обратно вверх то есть это не было ошибкой тут вообще мы тейк по австралийцу забрали на пределах то есть да цена уже была на пределах своего хода локального да это же смотрите есть у нас здесь раньше тоже было да то есть смотр надо смотреть на то что происходило чуть раньше да то есть не забывать о локальных каких-то паттернах о локальных каких-то уровнях да и take profit и take profit и ставить соразмерные да то есть смотрите если у нас здесь если мы здесь входили 133 ну как я и говорил да двойная вершина у нас было 200 200 пунктов да ну плюс минус там несколько пунктов люфта потому что там хвостики да ну 200 пунктов да то есть 130 это было нормальной 130 это был нормальный адекватный от уровня ход цены то есть надо было ставить 40 нас на 120 и по любому мы бы take profit и забрали но я закидывал чуть повыше да заходил чуть повыше вот стоп лоссы для того чтобы 50 до чтобы за хвостик вот этот закинуть ближайшие такие хай ну ничего все нормально главное что мы не в убытке главное что мы минимизируем свои убытки то что мы передвигаем стопы в уровень без убытка то что мы не боимся забирать свою прибыль зачем отдавать прибыль да зачем отдавать прибыль рынку если мы уже ее заработали видим реально я увидел что цена развернулась против нас после удара под уровень до причем копейка в копейку здесь небольшим люптом несколько пунктов и цена начала разворачиваться бежать вверх причем импульс надо то есть смотрите 70 пункт пунктов в одну сторону в промежутке там двух трех минут это можно считать импульсом вот то есть это можно считать импульсом а давайте кстати посмотрим как это выглядело на минутке да как это выглядело на минутке вот здесь мы закрылись получается а вот как это выглядело на минутке смотрите то есть раз свечка чуть вниз свечка вверх чуть-чуть простояла и опять вверх то есть буквально тут диапазоне 7 минут 8 7 до 8 минут цена прошла в районе 80 пунктов зачем зачем если идет импульс вверх да причем смотрите как на минутке видно тоже двойное дно да то есть удар удар смотрите вот копеечка в копеечку просто копеечка копеечку в уровень 838 удар разворот все то есть цена больше силы не имела в эту сторону пошла обратно да то есть здесь какие-то стояли лимитные ордера чуть выше цена сходила вниз потом вверх все открыла лимитники и цена пошла вверху поэтому пересиживать тоже нехорошо тоже нехорошо надо адекватно оценивать адекватно оценивать и расценивать то что творится у нас на графике с ценой пытаться видеть пытаться читать это вот давайте вернемся к иене и будем следить за нашей енкой все поехали поехали следить за енкой итак друзья смотрим мы вошли 30 на 90 до по евро по доллар иене вот 60 пунктов один к двум прошла цена поэтому переносим наш стоп лосс зону безубыточности давайте промеряем чтобы это точно была зона безубыточности нет еще у нас комиссия 10 пунктов 8 9 еще чуть-чуть вот 12 13 пунктов все ждем друзья смотрите какая у нас красивая консолидация цены по евро доллару да по евро доллару на минутке цена была немножко рванула вверх потом пошла вниз до отбилась у нас от уровня а от кругленького 96 600 пошла вниз и сейчас смотрите копеечка в копеечку просто если взять минутный график каждый минутный бар у нас тут почти копейка в копейку бьется в наш уровень вчерашний до проведенный локальный уровень зелененьким потому что проведен и это локальный уровень 09 450 на то есть там он 49 51 49 51 вот тут хай у нас 40 009 449 здесь у нас хай 09 448 47 да здесь у нас 451 то есть плюс-минус 3 пункта но уровень где-то 450 выдерживается да вот и вероятность того что цена после какого-то сейчас ложного пробития пунктов на 60 пойдет потом резко вниз тоже тоже велика как мы видим у нас сегодня и новости по евро доллару что у нас тут теперь а евро евро сепиай должен выйти сколько у нас времени 20 минут до этой новости по евро доллару интересненько интересненько 20 минут цена может скакнуть вверх потом вниз сейчас я поставлю на паузу гляну гляну что там у нас какие прогнозы у нас по евро этому цепиаю ладно друзья не стал короче я заморачиваться искать потому что там такой трэш творится на этих сайтах рекламы куча только все все провоцируют да только подписаться на их телеграм-канал и все остальное найду обязательно новостной сайт опять же мы не торгуем фундаментал нужен ли он нам да ну есть новость по евро доллару да ну и хорошо пускай себе будет мы просто допустим не будем торговать или как когда увидим какой-то стопроцентный паттерн наш до точку входа там от уровня может быть и поторгуем да посмотрим но лучше конечно на новостях не торговать потому что волатильность и так рынка большая а если торговать на новостях можно попасть просто на на щелчок на щелчок который вынесет нас поэтому на новостях конечно лучше не торговать смотрите друзья что происходит у нас по по иене да по иене у нас тоже здесь была как вы помните двойная вершина да то есть был у нас рестест этого уровня то есть этот уровень можно как считать очень сильным да вот и произошел его пробой в наша позиция почти подходит к тейк профиту но не в этом дело а дело в том что я вам хотел сказать опять же если посмотреть на все на то работает у нас уровень то есть модель как модель до двойная вершина но если отойти от классических интерпретаций да то всего лишь навсего всего лишь навсего что мы видим мы видим вот как раз смотрите возле этого уровня было почему-то именно три потом касание его до вниз да то есть есть здесь уровень у нас здесь была попытка его пробоя тоже смотрите раз два три четыре ложный пробой вернулась цена ушла обратно вера да и здесь вот сейчас обратно уже пробили уже перелом до прошлого ложного пробития до цена уже уходит вниз и что ее здесь уже может сдерживать не да ничего просто здесь уже есть у нас как бы диапазон куда дальше двигаться цене вот и все вот и все друзья то есть отличный 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 диапазон куда дальше двигаться плюс да как они интерпретируют двойную вершину вот то есть повыше вершине там 70 процентов вниз то есть если здесь у нас 400 пунктов то 50 это 200 70 пунктов это будет 70 процентов это будет 300 пунктов то есть вот где-то в уровень до 380 107 380 должна пройти у нас цена за сегодня да ну будут ее конечно туда толкать это безусловно потому что как мы видим да опять же следующий паттерн двойной вершины отработки двойной вершины происходит какая-то консолидация такое плечико можно сказать я его называю плечом до плечом вершин или там плечом дна происходит консолидация под уровнем это паттерна на движение вниз да и вот как только мы закроемся по нашему тейк профиту явно м1 буду рассматривать возможность дальнейшего движения то есть до входа в дальнейшее движение вот с каким-то с каким-то стопом небольшим там тоже дал районе 30 пунктов где у нас вот допустим если мы возьмем стоп лосс вот смотрите идеальным будет вот так вот зайти почему нет почему нет 40 на 120 и пускай летит то есть если цена идет то почему нет модель у нас есть пробила уровень закрепляется под уровнем то почему не допускай себе летит вниз вот так что такие дела друзья будем следить смотреть что у нас тут дальше по енке будет итак друзья нашел я короче нашел как искать до прогноз был это индекс потребительских цен прогноз у нас был 0 1 процента а факт у нас 04 то есть что у нас этот индекс измеряет то есть грубо говоря измеряет инфляцию инфляция это не пользу да можно сказать не в пользу государства да так как евросоюз у нас это одно большое государство можно так сказать то есть прогноз был 0 1 процент инфляции а на самом деле 04 процента инфляции можно ожидать как небольшого падения евро сейчас ну и давайте будем это отслеживать на графике да смотрим евро доллар то есть после этой новости так как она превышал превысила ожидания сейчас у нас цена должна двинуть вниз да то есть двинуть должна вниз посмотрим что произойдет двинет ли цена вниз итак друзья еще один паттерн у нас отработал да еще мы взяли take profit давайте посмотрим можно ли еще войти в движение да еще войти в движение сделаем таймфрейм поменьше померяем нашу вершину давайте без хвоста 320 пунктов до 320 пунктов пройдено 80 давайте калькулятором это обсчитаем 320 пунктов разделить на 100 равно 3 и 2 и умножить на 70 процентов до двойная вершину 220 пунктов минус 80 которых уже прошла цена то есть потенциал у нас еще где-то около 150 пунктов вниз до потенциал около 150 пунктов но как раз к следующему уровню можем ли мы войти в сделку вот смотрим да можем еще разок войти в сделку поставив стоп-лосс где-то вот здесь да и сейчас войти опять там 25-30 стоп-лоссом 25-30 давайте переключимся на м1 посмотрим что у нас здесь если мы войдем ну цена сюда заскакивала до если здесь мы поставим стоп-лосс возле этих здесь как раз цена у нас бьется бьется ну тоже хвостиками на 15 пунктов заскакивала то есть нам придется ставить стоп-лосс аж сюда а это уже больше нашего риск-менеджмента больше нашего риск-менеджмента поэтому то есть мы сейчас сократили свой риск-менеджмент до 50 пунктов вот с 80 до 50 от 30 до 50 поэтому пока что мы входить не можем в рынок да сейчас что у нас вот смотрите резкое движение пошло вверх от уровня круглого 600 до вот смотрите четенько проколола его взял наш тейк профит мы сегодня короче высиживаем все движения прям прям до лимита до до лимита высиживаем движение прям сегодня ну как бы рынок на нашей стороне скажем так удача на нашей стороне рынок на нашей стороне не то все прошлые стоп-лоссы нас научили до читать рынок ну если вот так смотреть вот здесь был до зеркальный уровень можно сказать вот здесь цена отбилась у нас вверх и здесь цена отбивалась от этого уровня вниз плюс 5 пунктов ну как раз зовут этот хвостик в принципе и можно попробовать войти можно попробовать войти с стоп-лоссом 25 25 на 75 до и забрать продолжение движения но сейчас посмотрим как будет развиваться движение цены потому что она сейчас отбилась до собрала какие-то лимитники на покупку от уровня 600 107 600 здесь же получается если цена вот резким импульсом пошла вверх здесь сидели какие-то лимитные покупатели да вот цена пошла вниз проколола вернулась назад и после этого вот смотрите резкий импульс пошел вверх да уже на 40 пунктов это надо сейчас пересидеть посмотреть будет ли обновление хая выше вот этого а если же цена опять тыкнется сейчас у нас в уровень 107 646 и обратно пойдет вниз это будет хорошим сигналом на вход на продолжение да то есть смотрим по локальным по локальному уровню локальному уровню да вот смотрите зеркальный уровень у нас здесь и здесь давайте вот так вот посмотрим вот так вот посмотрим по лоу и хая 106 6 4 6 да как я и говорил а здесь у нас хай 100 ну 107 6 4 6 да а здесь у нас было ложное пробитие 107 6 4 7 да и здесь немножечко был хальчик обновлен до 4 9 до 6 4 9 и вот сейчас смотрите что у нас происходит цена у нас протыкивает наш уровень да сколько она зашла у нас хай 100 6 4 8 до буквально на два пункта протыкнула ну будем следить и уже не хочу затягивать видео для себя я в голове вижу картинку понимание есть происходящего на рынке да если вот сейчас от этого уровня будет какое-то ложное пробитие дальше цена пойдет вниз что-то здесь сдерживает нашу цену как вы видите как вверх так и вниз да то есть это у нас зеркальный уровень и если сейчас будет падение вниз по прохождению там 25 пунктов да мы будем заходить давайте даже сделаем так для себя определим точку входа точка входа у нас будет 25 пунктов а именно 629 629 628 вот и попробуем еще взять кусочек движения на 75 пунктов я думаю этого будет достаточно по йене дабы не рисковать да вот смотрим что у нас происходит открывается следующая минутка опять у нас уровень 645 было и цена видите как уткнулась смотрите как цена уткнулась в наш уровень сейчас идет сложное ложное пробитие до тремя барчиками минутными пробивает и обратно заходит вниз пробивает и обратно заходит вниз три раза сейчас посмотрим если цена будет накапливаться под этим уровнем будем ходить по 629 до будем ходить в рынок дальше на продажу пока ставлю на паузу слежу что происходит итак друзья смотрим да то есть вон цена поколбасилась там поколбасилась и сейчас чик такую немножко параболическое как бы закругление сделала да и разворачивается в обратную сторону даже сейчас можем себе если успеем конечно отложенный ордер сел стоп по цене 100 100 107 629 попробовать выставить 107 629 да take profit вернее стоп лосс 107 107 пополам плюс 25 6 30 5 5 5 и и тейк profit у нас должен быть плюс 75 пунктов это 107 точка 7 если там 30 75 705 705 Все, устанавливаем ордер А вот и не получается устанавливать Потому что цена у нас Все, входим в рынок быстренько Давай, давай Давай только не зависни мне F9 Sell market, ok Take profit А давайте 30 к 90 поставим Вот 30 к 90 это мы просто По быстренькому, да Потому что мало ли что может случиться Свет отключится, еще что-то Теперь просто Stop loss подвинем Чуть-чуть вот так Ай-яй-яй, не то нажал Stop loss подвинем К вот этому high Да, померяем Сколько у нас здесь получилось Ну да, 35 пунктов Все Пробуем еще взять такое движение вниз Пробитие этого уровня у нас случилось Да Зеркального, локального Смотрите Еще вот здесь у нас подтверждение Тоже есть этого уровня Да, тоже здесь У нас барчик минутный Втыкался в него 645 High у него 646 Да, то есть Здесь есть какой-то Сдерживающий фактор Попробуем взять Это движение Посмотрим, что у нас получится Правильно ли Мы видим рынок Правильно ли мы видим Движение цены Итак, друзья Смотрите, у нас по евро-доллару Образовалась наша Наша Ложно-пробойная моделька Да С уровнем входа 45 пунктов Считаю возможным Войти в нее Да Новый ордер Sell Ok 50 на 150 50 на 150 Вот Так как мы находимся Давайте открою Чтобы было более видно Так как мы находимся В зоне Проданности Да То есть мы уже От нашей средины АТРа прошли вверх 300 пунктов Да И ну как бы Реально Что моделька Может отработать Тем более Что Пробить ей надо Вот это Вот этот уровень Да Локальный И пройти Чуть ниже До этого уровня Отработает ли Не отработает Тем более Вот мы видим Как раз Тейк профит У нас находится Вот Еще какой-то Да У нас Сложился Локальный Уровень Да Смотрите Цена Три раза Четко в него На 15 минутки Да Давайте Лоу Посмотрим 09 378 09 09 380 Подождите Лоу Лоу Свечи 378 Лоу Свечи 386 Open Open Close Лоу Странно Хотя На глаз Да Вроде бы Эта свеча Ниже А ну правильно Да Она 78 Ниже Это 80 Немножко Не дошла Это 379 Один Пунктик Перешла Это 374 Четыре Пунктика Ну то есть Что-то здесь Тоже есть Какой-то Сдерживающий Фактор Да Локальный Какой-то Уровень Посмотрим Есть ли Подтверждение На истории Да Есть Вот По хаям Посмотрим Хай 377 375 377 Да Есть у нас Здесь Какой-то Локальный Уровень Причем Я бы Даже Сказал Что Такой Достаточно Сильный Потому что Вот по истории Бар 3 бара 15 минутных Копейка В копейку Потом пролет На 100 Пунктов Да И здесь У нас Тоже Смотрите Как цена Сегодня Консолидировалась Возле этого Выше этого Уровня Да И пошла Потом От него Вверх На 200 Пунктов Но сейчас Нарисовалась Моделька Вниз Кстати Вот эта Моделька Как вы видите Не отработалась У нас Поэтому Опять же Сильный Сильная Была Сильный Импульс Вверх У нас Был Да И после Этого Не ушла У нас Цена Хотя Опять же Это от какого Уровня Рассматривать Мы же Рассматриваем Этот уровень Правильно Вот То есть А если Рассматривать Уровень 09550 Да То отсюда Вход Был бы всего Лишь 50 Пунктов И цена У нас На 150 Пунктов На 170 Сходила вниз То есть Так отработало Да У нас У нас Сейчас Вход Идет От нашего Уровня 09520 Да 09520 Мы вошли Со стопом 50 Пунктов Выше Ну конечно Сильно Высоковато Можно Можно Приопустить Давайте На минутный Перейдем Таймфрейм И приопустим Немножко Стоп Лосс Потому что Высокова Для чего Такая Высота Нам Если цена Пойдет В нашу Сторон Она и так Пойдет Вот ровно О Что-то Александр Михайлович Уже запостил Новенькое Интересненькое Ровно 50 Пунктов До нашего Открытия Как вы видите Цена Полетела Это Хорошо Цена Полетела Все Друзья Не буду Затягивать Дальше Время Да Давайте Потом Просто Включусь Покажу Что Получилось Итак Друзья По Иенке Мы Получаем Стоп Цена Пошла Против Нас А Нет Обманывайте Что это Меня Заклинило Цена Застыла И я Подумал Что Ну Как бы Зафиксировался Стоп Открыл Уже Побольше И вижу Что Нет Пока Что Просто Сидим В просадке Да Но Как мы Видим Стоп Адекватный У нас 33 Пункта Стоп Установлен Правильно Почему Я Определяю Что Стоп Установлен Правильно Вот Смотрите Был у нас Зеркальный Уровень Тут Касание И тут Касание Тут Касание То есть Стоп У нас Подтвержденный Смотрите Даже Если брать Так Учит Александр Михайлович Нам Надо Уровень Искать Уровень Надо Искать Слева Вправо То есть Смотрим Что у нас Здесь Было Цена Резко Падала Потом Здесь Остановилась На этом Баре На этой Цене Так Отвлек Меня Малыш Мой Так Смотрите Получается Здесь Так Как Учит Александр Михайлович Получается Уровни Надо Проводить Слева Вправо Это Я уже Проговорил Вот И если Уровень Проводить Слева Вправо Смотрите Здесь Копейка В копейку У нас Да Что-то Остановило Цену Она Пошла Вверх Потом Конечно Продолжило Свое Движение Но Здесь Была Резкая Остановка И уход На Какое-то Время Вверх А здесь У нас Уже Этот же Уровень По прошествию Времени Сдерживающим Фактором Оказался То есть И цена У нас Потом Пошла Дальше Вниз Как мы Видим Цена Конечно Стремится К нашему Стоп Лоссу Да Мы Терпим Просадку Сейчас Но Тем не Менее Выдерживаем Ее Пока Что Ставлю На паузу Уже Включусь Когда Что-то Будет Более Понятно Получили Мы Стоп Или Пойдем Дальше В сторону Или Пойдем Дальше В сторону Нашего Тейк Профита Нет Получили Мы Стоп Даже Я не Успел Получаем Такий Стоп Йенка Развернулась Против Нас Пошел Рынок Против Нас Ничего Страшного Будем Смотреть Искать Еще Возможности Входа Так как Двойная Вершина Еще Себя Не Отработала Да Еще Она Себя Не Отработала Запас Входу У нас Еще Есть То есть Это Может Быть Просто Откат И Цена Потом Чуть Дальше Пойдет Дальше Вниз Модель Разворотная Хорошая Сильная Небольшой Откат Может Быть Потом Если Цена Дойдет До Уровня Будем Опять Рассматривать Поход Вниз На Шорт От Уровня Да Какая Консолида Консолида Под Уровня И Уход Вниз От Уровня Все Пока Что Ставлю На Паузу Так Друзья Смотрим По Йене Что Происходит Цена Достигла Нашего Уровня Четенько В него Ударилась И Сейчас Откатывается Можно От Уровня Попробовать Войти Да Закинув Стопы Вот Сейчас Прям Идеально 30 Пунктов Войти На Продажу От Уровня И Закинуть 30 На 90 Опять 30 На 90 Вот Таким Вот Образом Окей Чуть Выше Да Вот Этих Хаев Которые Были Над Уровнем Все Ждем Ожидаем Что Произойдет Уже Мы От Этого Уровня Один Раз Хорошо Заработали Сходили Посмотрим Падает Ли Снаряд Два Раза В Стыкал Видите У нас же Нью-Йоркская Сессия Открылась Вот Почему И рынок Двигается Против Нас Как мы знаем Когда Американская Сессия Открывается Надо Немножко Переждать Хотя Бо Полчаса Пока Американцы Рынок Немного Расшатают Да Вот И начались Эти шатания Доллар Тянут Вверх Зараза Да После Открытия После Открытия Нью-Йоркской Сессии Всегда Немножко Доллар Вытягивает Вверх Блин Ну ладно Будем надеяться Что Не получим Стоп Как говорится Надежда Умирает Последний Ничего страшного Ничего страшного Что ж поделаешь Уровень Уровень Есть Уровень Сильный Уровень Зеркальный Будем Будем Сидеть В позиции Что ж Вошли Значит Надо Смотреть Что будет Теперь Вот Но Открытие Конечно Нью-Йоркской Сессии Всегда сопровождается Резким Скачком Вот нельзя Нельзя торговать Там с 13 До 14 Часов Да Надо сделать Пойти себе Перерыв Как раз У европейцев Обед Сегодня У меня Немножко Обед Переносится Где-то на 15 Ноль-Ноль Еще Не готов Обед Да Вот Ну Опять же По всем Позициям По позиции По евро Доллару Мы сидим Тоже Под достаточно Сильным Уровнем Да Смотрите Вчера Он себя Хорошо Показывал Да Смотрите Вчера Вообще Идеально Вот тут Модель Ночью Смотрите Как Ночью Идеально Отработала У нас Модель Да Была Большая Свеча Вверх На Один АТР И потом Здесь Можно Было Да Смотрите С маленьким Стопиком Вообще Войти Там 30 Пунктов Да И 90 Заработать Но Не всегда Удается Поймать Модели Наши Ну И сегодня Мы поймали Мы же должны Заработать Правильно Вот смотрите Да Чем меньше Уши У модели Тем лучше Она отрабатывает Всегда Это уже Тоже Как закономерность Да Чем больше Эти хвосты Тем больше У нас И стоп Становится Да Мог быть Допустим С маленькими Ушками Тоже В районе 30 Пунктов Вот Но нет Ну ничего страшного Посмотрим Сейчас будем Посмотреть Что будет Будем Посмотреть Раньше Времени Делать Выводы Не Надо Рынок Такая Штука 5 минут В одну Сторону 5 минут В другую Сторону Так Что там У нас По фунту Были Сегодня Новости И будут Еще Одни Да Смотрим Да Фунт Бои Гоу Байлес Какой-то Спикер Какое-то Выступление Вельможи Какого-то Все Ладно Ждем Нет Друзья Все-таки Еще По еночке Один Стоп Пока-то Останавливаемся По ене Пошла Она В другую Сторону С Нью-Йорк С Нью-Йорк Движением Да С открытием Нью-Йорк Биржи Ну и вообще Сделаем Тогда Перерывчик На час До 14.00 Вот Посмотрим Только что У нас Евро Доллар Там Вытворяет Евро Доллар Пошел В нашу Сторону Пробил Уровень Локальный Да Ну и Если возьмет Тейк профит Обязательно Передвинем Сейчас Если пройдет 100 пунктов Передвинем Стоп лосс В безубыток Вот Ну и Сделаем Перерывчик А там Тейк профит Не Тейк профит Или Закроется Безубытком Ну Значит Будем считать Что модель Почти себя Сработала Да Вот Не смешно Но смешно Ладно Друзья Сидим В позиции По По Евро Доллару Да Нью-Йорк Открылся Как мы видим Доллар Начинает Давить Да В плюс Евро Падает Вот Доллар Начинает Давить В плюс Поэтому Вероятность Того Что мы Получим Тейк профит По евро Доллару Таки Ну Достаточно Высока Причем Импульс Импульс Пошел Хороший Давайте На минутку Перейдем Посмотрим На импульс Да Импульс Пошел Хороший Не пропустить Сейчас Не пропустить Надо Ну вот В принципе Уже И прошла Цена У нас Здесь 140 Один к двум Прошла Стоп лосс Передвигаем В безубыток Да Давайте Промеряем Чтобы это У нас Действительно Был Безубыток Да Безубыток 13 пунктиков Плюс 3 пунктика Я беру Для того Чтобы Чуть-чуть Маленький Плюсик Был Чтобы точно Был Безубыточный Да У нас Стоп лосс Все Прошел 2 к 1 Осталось 40 пунктов До нашего Тейк профита Уже Я его Дождусь И пойду Тогда На часик Себе Погуляю Помедитирую Запишу В инстаграм Какое-то Сообщение Да Есть у меня Тема Уже Знаю Какое Видеосообщение Буду записывать В инстаграм Пока что Ставлю на паузу Дабы не растягивать Видео И так уже Вон Час 20 минут Да Уже включу Когда Тейк профит Будет Так друзья Смотрите Что происходит Получается У нас же Здесь еще Есть граница Канала И смотрите Цена Импульс набежала Да Теперь уткнулась В дно Границы Канала Вот этого Вот который Я вам Отметил Да И пытается Отбиваться Поэтому Все-таки Наверное Я зафиксирую Зафиксирую Прибыль Да Дабы не потерять Ее Потому что Граница Смотрите Была у нас Таки Достаточно Сильная Да Смотрим Вот Канал У нас Здесь Образовался Да Смотрите Цена Как здесь Ходила Несколько Попыток Пробить Эту Границу И так И не удалось И потом Цена пошла На 150 Пунктов Вверх Вот Поэтому Не хочется Потерять Прибыль Я ее Зафиксирую Да И так У нас Было По иене Только что Две Неудачные Сделки Сейчас Выключу Это видео Два Стоп-лосса Две Неудачные Сделки Поэтому Лучше Зафиксирую Прибыль Да Дабы не Потерять Ну а Дойдет Уже Там Цена Мы Буквально Тут 25 Пунктов Не дошли Где-то 20 Пунктов Не дошли До Тейк-профита Но Зачем Пережидать Допустим Да Сейчас Может Быть Такое Резкое Движение Вниз Пробитие Вот этого Уровня У людей Да Это 09450 У меня Тут Он стоит На 1 пункт Ниже Да Локальный Уровень Вот И получается Байстопы Пооткрывались И пронесли Немножко Цену вниз На 50 Пунктов Ну как Вы видите Все Больше Импульса Нету Цена Начинает Замедление Тем более Здесь Вот у нас Лимитный Какой-то Покупатель Сидит Да Который Хочет У нас Купить Да Видите Отсюда Очень Цена Не хотела Идти Дальше Вниз Поэтому Может быть Сейчас От этого Уровня Опять Поход Где-то К этому Уровню За Стоп Лосами Да То есть Может быть Коррекция Вот такая Этого Движения А потом Дальше Движение Вниз Зачем Не пережидать Это движение Опять Здесь Над Уровнем Включатся Бай Бай Стопы Да И пойдет Цена Может получить Импульс Такой Что я Получу Стоп Лос По без Убытку Поэтому При В виде Того Что У нас Есть Здесь Граница Канала Да То есть Есть Какой-то Уровень Сопротивления Да Вернее Уровень Поддержки Какой-то Есть Которые Не могли Вот Раз Пробить Два Потом Сложное Ложное Пробитие Было Потом Цена Еще Несколько Раз Тестировала Этот Уровень Еще Одно Ложное Пробитие Да И смотрите Как четко От него Цена Убежала Вверх Поэтому Кстати Тут Хорошие Такие Да У нас Паттерны Выскакивают Видите На минутке Тоже Можно Торговать Эту Модель Да Вот Ложное Сложное Ложное Пробитие Тремя Барами Да И возврат Обратно В эту Зону То есть Уровень У нас Уровень У нас 0.9400 Достаточно Такий Сильный Уровень И я Решил Не пережидать Этих 20 Пунктов Не дожидаться Их А забрать Зафиксировать Прибыль Дабы Не было Отката Еще Хуже Не было У нас Ухода В 0 Вот Поэтому Я считаю Это правильное Решение Тем более Как мы видим Нью-Йоркская Сессия Открылась Очень активно Да Смотрите 100 пунктов Буквально Тут За каких-то 15 минут Пролетело Да Даже если На 15 минут Пройти Да Это буквально Одна свеча Открытия И 100 пунктов 115 пунктов Пролетаем Вниз Волатильность Увеличивается Да Сейчас идет Нахлёст Двух сессий Европейской И американской Волатильность Сейчас может быть Опять начаться Бешеная Поэтому лучше Зафиксировать Прибыль Переждать Хотя бы Часок Да Дать американцам Расторговаться И потом уже Пойти дальше Работать до вечера Да Искать какие-то Новые Искать какие-то Новые точки Входа Подтверждения Давайте Быстренько Просмотрим Вот смотрите Что произошло У нас По Новозеландцу Да Новозеландец Тоже у нас Хочет сходить Вниз Да Что мы тут Получаем Уже сходил На 85 пунктов В общей сложности А можно было Да Здесь тоже Войти Вот верхняя граница АТАра Да Вниз Небольшим С небольшим Там 35 На 105 Да Вполне Такий Реальный Реальный Ход Тем более Что верхняя граница АТАра Тем более Что цена За последний Полтора часа Порошла 400 пунктов Откат в 100 пунктов 25% Вполне Даже Возможен Вот Ну Ничего Что ж Проспали Так проспали Да и тем более Опять же Это Нью-Йоркская Сессия Открылась Да Американская Сессия Открылась Поэтому Надо пойти Передохнуть Все друзья Ставлю на паузу Вернусь Где-то через часик Пойду Запишу в инстаграм Новое видео Новую рубрику В инстаграме Открыл Из жизни Поэтому Подписывайтесь На инстаграм Ссылка есть В описании К видео Вот Подписывайтесь На вайбер Телеграм Группу Там всегда Быстрее Выходит Сообщение О том Что появилось Новое видео Все Пока что Ставлю на паузу Смотрите друзья По евро По евро Доллару Как я и говорил Да Нормально Мы закрылись Стопа Мы конечно Бы не поймали Да Нашего Нулевого Но Тем не менее Сколько у нас Он был 13 пунктов 13 пунктов Но Как я и говорил Видите Вот Цена Куда убежала И не факт Что она бы Не могла пройти До нашего стопа Допустим Еще до 40 пунктов Всего лишь При волатильности 150 за 15 минут В одну В другую сторону 40 пунктов Это ничто Вообще Вот Поэтому Правильно Мы сделали Что зафиксировали Свою прибыль Да Цена Вернулась Теперь По факту Можно говорить Да Что цена Вернулась Все равно И мы бы взяли Тех еще 20 пунктов Мы нормально Зафиксировали Свою прибыль Вот И остались В плюсе Да А вот цена Сейчас Двинула Вверх А теперь Опять Двинула Вверх Ну а Также Она могла И пробежать И до нашего Стопа И мы бы Вообще Остались Ни с чем Там С нулевым Закрылись Поэтому Фиксировать Свою прибыль Если вы видите Картину Что слева У нас Такая Хорошая Да Такая Хорошая Поддержка Да То зафиксировать Свою прибыль При развороте Лучше ее Зафиксировать Да А сейчас Вот от Это От этого Уровня Да Канала Можно уже Рассматривать Обратный Вход В позицию Да Обратно В позицию Можно Рассматривать Ну посмотрим Посмотрим Как цена Будет себя Вести Под этим Уровнем Что Куда Она Будет Ходить Пока Что Тут Ход 50 Пунктов Да Посмотрим Как она Себя Будет Вести Будет Ли Здесь Какое Это Накопление Будет Ли Здесь Какие То Удары В этот Уровень И продолжение Движения Да То Вот У нас Накопление Цена Пошла Вверх Вернее 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 Да То есть Если Если Рассматривать Это Как Возврат Цены Да Под уровень То должно Было Продолжение Движения Вниз Ити Да А она У нас Убежала Вверх Пробила Уровень Поэтому Поэтому Канал У нас Пробит Вниз Сейчас Да Вот Канал У нас Можно Таким Его Пробит Он Вниз И будем Смотреть Что Здесь Сейчас По Этому Уровню Четырехсотому Будет У нас Набираться То же Самое Мы Наблюдаем И по Ене Да Вот Она Зараза Дала Нам Два Стопа Дала Один Стоп Потом Второй Стоп И Вернулась Под уровень Будем Наблюдать Что Она Будет Здесь Еще Вытворять Да Но Сегодня Тенденция У нас Положительная На шорт На шорт Поэтому Будем Шортить Йену Да Сходила Она Вверх И Сейчас Под Каждый Уровень Заныривает Сложными Пробитиями Да Собирается Какая-то Позиция Дальше На шорт Консолидация Силы Идет Под Уровнем Да То есть Рассматриваем Шорт До Четыреста Пятьдесят Я так Думаю Что Вот было Пробитие Раз Касание Сложным Ложным Два Касания Сложным Ложным Три Касания Сложным Ложным И четвертое Касание Даст Что нам Уже Позицию На Шорт Поэтому Будем Ждать Еще Одного Касания И от Этого Касания Будем Входить Уже На Продажу Как Говорится Поход За стопами Никто Не Отменял Да Смотрим Поход За стопами На 40 Пунктов От Уровня Да Мы Причем Один Из Них Словили И Теперь Обратный Возврат К той Точке Где У нас Был Тейк Профит От Уровня Тоже Да Цена Полетела Причем Такие Достаточно Неплохой Импульс Получила Да Даже Вот На Пяти Минутки Какие-то Модельки Рисуются Обратные Да То есть Свеча Поглощает Полностью Почти Соседнюю Свечу Да Или Там Даже Три Последние Да Чик Открытия Не Было Только Хвостика Выше Ушко И Пошла Дальше Пошла Отработка Отработка У нас Двух Вершин Пошла Дальше Отработка Да С выходом За стопами Нехорошая Конечно То есть Да Если бы Мы тут Не получили Бытайк Профит Да То Получается Что Возможно Мы бы Получили Стоп Ну Невозможно А 100% Потому что Мы заходили 30 30 к 90 Вроде Если я не Ошибаюсь Да 30 к 90 Стоп Был бы 100% Поэтому Надо Переносить Стопы Рынок Очень Волатильный Вот Походы За стопами Присутствуют Их Никто Не Отменял Вот Ну Поехали Дальше Да Как Говорится Мы Просчитывали Что От этого Уровня Где-то Еще 140 Пунктов Должна Цена Пройти Да Чтобы Отработать Модель Давайте На М1 Перейдем И посмотрим Если Здесь Какое-то У нас Место Для входа Если У нас Здесь Место Для входа Вообще Что У нас Здесь Творится 56 Пунктов Уже Цена От Возможных Стопов Многовато Многовато Друзья Многовато Здесь Я Побоялся Входить Да Здесь Я Немножко Побоялся Входить Потому Что Не Был Уверен Что Цена Покатится Сейчас Именно Вниз Потому Что Это Только Третий Прокол Да Я Думал Будет Четвертый Хотя Может Быть Сейчас Сюда Скатились Отойдут К уровню Обратно Проколят Еще раз И уже Потом Цена Пойдет Идет Какая-то Видите Консолидация Набор Позиции Какой-то Сильный Наверное Нападение Потому Что Вот Мы Видим По Пяти Минутки Опять У нас Обратная Моделька Рисуется От уровня 600 Да От уровня 600 Ну и Возможно Возврат Коридору Нашему Да То есть Тут Тоже У нас Сформировалось Сформировался Какой-то Коридорчик Да Флэтик Боковичок Такой Под уровнем И вот Как вы Видите Пробитие Этого Коридорчика Произошло Небольшое И сейчас Цена Обратно Возвращается К верхней Грани Посмотрим Если будет Еще одно Ложное Пробитие В принципе От уровня Можно будет Уже Входить На жесткий На жесткую Продажу Да Там 50 Пунктов Стопло Ставить На 150 И уже Выжидать До 150 Мне кажется Что 4 Тычка Раз Два Три Четыре Тычка Будет Достаточно Да Для того Чтобы цена Потом Хорошо Отбилась Вниз Или же Отбилась Вверх Тут уж Как Как себя Поведет Американский Рынок Но Мне кажется Что Американский Рынок Будет Себя Укреплять Против Иены Да То есть Должен Быть Рост А может Быть Нет Посмотрим Там Тоже Такие Трейдеры Сидят Хотя Если Посмотреть Тенденцию Иены Да То Она Падала По Соотношению К доллару То есть Все Все Крепли Да У всех Был Рост По Соотношению К доллару А Ена Падала То есть Доллар Рост В цене Ну Может быть Сейчас Глубокая Коррекция Вот Этого Роста Который Вот У нас Начался От Этого Уровня 1 Смотрите Смотрите Какой Огроменный Рост По По Ене Был Вот Поэтому Коррекцию Можно Ожидать До Этого Уровня У нас Получается Прошибает Плохие Ложится Потому Это У нас Полностью Увеличенная Смотрим Подневки Да Подневки Мы достигли Уровня 96.55 Следующий Какой-то Более Или Менее Адекватный Уровень Вот Он У нас Да Есть Уровень Вот Раз Вот Два Давайте Я так Зафиксирую Вот У нас Раз Два Три Три Касания И тут Ложное Пробитие Этого Уровня Было Да И цена Убежала Вверх То есть Если У нас Сейчас Цена Пробивает Этот Уровень Три Пятерочки Да Дальше Она Вполне Себе Вероятно Пойдет Низ Давайте Посмотрим Лоу Этого Уровня Чтобы Его Кинуть Лоу 96 384 Дальше У нас Лоу 96 396 Дальше У нас Лоу 96 379 Еще У нас Где-то А И там Ложное Пробитие И там Ложное Пробитие Да Ну Первым Первым Можно Зафиксировать Лоу Погодите Не тот Вот этот Бар 96 380 Получается У нас Уровень 96 380 Так Так Это у нас Красный Уровень Сильный Дневной Дневной Лоу 96 Параметр 96 380 Кругленький Такой Уровень 380 Будем Смотреть Что И как Будет Пока Что Переключаемся Обратно Сдвигаемся И Смотрим Будет Ли у нас Пробитие Или не Будет Ложное Пробитие Что Тут У нас 15 Минутка Показывает На 15 Минутке Пока Что Только Один Барчик Ну Все Надо Следить За этим Всем Делом Да Очень Очень Даже Интересная Картинка Рисуется Очень Даже Интересная Картинка Будет Ли пробитие Увеличу Я буду Смотреть Итак Друзья Как я И Предполагал Как я И Предполагал Йенка Пошла Вниз Да К сожалению Дала Она Нам Стоп Но Дальше Она Пошла Вниз Да То есть Был Походик За Стопами Сформировалась Обратная Моделька Наша От Уровня Семьсотого Наверное Да Семьсотый Да Семьсот Десять Семьсот Как раз Где мы Стоп Получили Отсюда Сформировалась Модель Ну Блин Знаю Знаю Что такое Может быть Опять же Видите Я думал Что Будет Поход Еще раз К уровню Да Четвертый И потом Уже Будет Уход Цены Вниз Но Нет Этого Не Случилось Цена Немножечко Подошла Вверх Тут Наверное От Какого-то Уровня Да От Шестьсотого Получается Уровня Собрали Стопиков Еще Кто тут Меленькие Стопики Понаставлял Тоже Да В районе Тридцати Пунктов Собрали Импульс Вниз Еще на Пятьдесят Пунктов Короче Вот такие Дела Друзья Увидение Правильное Неправильная Точка Входа Неправильный Стоп Лосс Ну Опять же По нашему Риск Менеджменту Манименеджменту Я не могу Больше Делать Стоп Лосс Чем Пятьдесят Пунктов Это Я уже Для себя Определил То есть Ну Это нормальный Стоп Лосс И получается Да Получается И зарабатывать С таким Стоп Лоссом А чем Меньше Стоп Лосс Тем Меньший Риск Тем Более Жесткая Фильтрация Сделок Да Ты не лезешь Там Что-то Непонятное Такие Уши Длинные Там Еще Что-то Вот Консолидации Должны быть Более Плотные То есть Пружина Должна Более Сжиматься Да Чтобы Вот Консолидации Какой-то Можно было Там Или на Пробой Идти Или на Отбой Или на Продолжение Движения Вот Ну Ничего Страшного Ничего Страшного Мы Учимся Мы Учимся Все это Запоминаем Откладываем В мозгу Да Вот Учимся Комментируем Очень большую роль Этот видео Дневник Для меня Играет Еще В том Что Я как бы Записывая Видео Сам Еще раз Это все Проговариваю Для себя Да А потом Еще и Просматриваю Вечером Перед сном Я ложусь Да И быстренько Там Моменты Такие Самые Ключевые Там За полчаса Стараюсь Еще раз Пересмотреть Да Все Входы Выходы Вот Чтобы это Все Откладывалось В памяти И багаж Знаний Моих Увеличивался Вот Фиксация Должна быть Фиксация В памяти Происходящих Картинок Происходящих Картинок На рынке Вот Как то Так Как то Так Ничего Страшного Будет Еще У нас Возможность Заработать Главное Что мы Перестали Терять Да Главное Что наш Баланс Пошел В плюс И это Очень Хорошо То есть Не видишь Сомневаешься Не лезь То есть Ну Как бы Как то Вот так Не видишь Сомневаешься Не лезь И даже Здесь Если заходить То опять же На грани На грани Своего Риска Ровно 50 пунктов Бы все равно Не получилось Войти Потому что У нас Еще плюс 10 пунктов Наш Наша Наша Маржа Да Наша Комиссия Вот Обычно Комиссия Забирается Не от Стоп лосса Да А от Тейк профита Вот Но она Забирается Поэтому Все равно Не то Пальто Не то Пальто Надо риски Свои Выдерживать Ну что Ставлю на паузу Ждем Может быть Будут еще Какие-то Точки входа Только 3 часа Дня Кстати Сколько У нас Там До новостей А до новостей Еще далеко Новости У нас Вечером Как раз Когда я буду Заканчивать Торговлю Ну отлично Как раз То есть Есть еще Возможность Есть еще Возможность Где-то Какие-то Точки Входа Поймать Давайте Посмотрим Что у нас Здесь На график Где творится Вот здесь У нас Что-то Было Да Сформировалась Разворотная Моделька 600 уровень Ложное пробитие По 600 уровню Было Да 30 на 90 Прошла Цена Прошла Отработала Отработала Вот Вот здесь Ложное пробитие Как будто Бы Да И можно Даже сейчас На грани Войти 50 Но я Не уверен Честно вам Скажу Друзья Не уверен Я не уверен В этом Почему Не уверен Объясню Во-первых Тренд У нас Сменился Да На нисходящий Целый день У нас нисходящий Тренд Смотрим На большой График Там допустим На часовой Да Несколько дней У нас Тренд Нисходящий Вот этот хвост Мы не берем Внимание Потому что Это новостное Какое-то движение Было Да Ну вот И смотрим Что происходит High Ниже 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 Да А сегодня Смотрите С ночи Вообще Фух С начала дня И просто Цена полетела Вниз Стремительно Полетела Вниз Поэтому Вниз Смотрится Лучше Против Тренда На каких-то Разворотах Играть Немножко Не хочет Работать На разворотах Работать Не хочется Хотя Модель Тут Минимальная Была И можно было В принципе Попробовать Да Откат Вероятный Вероятно Что будет Такой Откат 30 30 90 За этот уровень Но уровень Может не пустить Как мы видим От него цена Отбивалась Да Уровень Здесь есть Уровень Живой Скажем так Да Цена От него Отбивалась На 100 Пунктов Даже больше Давайте Точно По мере 110 Пунктов Поэтому Если сейчас Цена Дойдет Вот На продажу Я бы здесь Еще заходил Несмотря на то Что мы АТР Уже прошли Два раза Да Свой На продажу Почему Еще раз Станем На Часовой График Потому что Глазу Уже здесь Негде Зацепиться Да Здесь Много 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 Таких Каких-то Пунктиков Вот Один Получается Я провел Уровень Один Такой Серьезный Да До него Можно еще Лететь А до него 150 Пунктов То есть Что я имею Ввиду А имею Я ввиду То что У нас Здесь Есть Пространство Для хода Цены Вот Есть Пространство Для хода Цены Поэтому Почему бы И нет Почему бы И цена Не может Сюда Куда-то Даже Сходить Да То есть Можно Рассматривать А вот Смотрите Как здесь Четко Ударилась Цена И сейчас Она Опустилась На 35 Уже 60 Давайте От этого Уровня Будем Искать Точку Хода На Минутном Графике Посмотрим Да Была Попытка Пробоя Сейчас Идет Отскок Еще Одна Попытка Сейчас Будет Пробоя Подождем Еще Какого-то Небольшого Откатика Да Вот И тогда Уже Посмотрим Что Произойдет Все Пока Ставлю На Паузу Точно Такая Же У нас Ситуация По Евро Доллару Да То есть Цена У нас Пробила Вот этот Уровень Если Она Уже Пробьет Этот Уровень Тут Тоже Как Вы Видите Ближайшие Раз Два Три Четыре Пять Пять Шесть Семь Дней Ближайшие Семь Дней Не за Что Глазу Зацепиться Да То есть Цена Может И лететь Выше Даже Даже И в этот Куда-то Диапазон Вот Все Зависит Еще От Новостей По Америке Если Новости По Америке Выйдут Совсем Плохие В сторону Америки Да То Цена Вообще Может Улететь Кто Знает Куда Тем Более У нас Две Был там Небольшой Откат Потом Дало Силу Роста То есть Вот Где Мы Взяли Тейк Профит Отсюда Ровно Цена Вон Уже На 230 Пунктов Ушла Вверх Поэтому Если Мы Пробьем Вот Этот Уровень 96 Вернее 09680 Да И Поднимемся Сюда То Отсюда Может Быть Очень Большой Рост То есть Тут Негде Глазу Зацепиться Давайте На Четырех Часовой Перейдем И Вот Аж Где У Нас Что То Есть Да То Есть Вот Этот Уровень Может Быть Сильным Да Вот Мы Видим Здесь Здесь Его Образование Вот Вот Этот Уровень Может Быть Сильным Да Вот Этого Хая Это Хай Дня Какого То Давайте На Дневку Переключимся А У Меня По Этому Хаю Дня Стоит Уровень Нет Это Это Какой-то Из Вот Этих Да Да Это Какой-то Из Вот Этих Дней У Нас Хай Дня Не Хай Дня Вернее А Уровень На Четырех Часовике Ну Тут Маленькое Расстояние Тут 70 Пунктов Расстояния Если Будет Импульс То Цена Его Пробьет Очень Хорошо Да О То То Есть Тут Нет Особо Такого Какого То Но Цена После После Ложного Пробития Да Там 150 Пунктов Потом Очень Сильно Опять Уходило Вниз Поэтому Поэтому Надо Тоже Быть Быть Осторожным Да В этих Местах И Как раз Тоже Сегодня Мы Видим Цена Ударилась И Откатилась Давайте Посмотрим На часовом Графике Более Детально Да Цена Ударилась В этот Хай Это Что У нас 760 И Был Таки Достаточно Глубокий Откат Со Вчерашнего Вечера Да То есть Это Вчерашний Вернее Хай Извините Чуть ли не 600 Пунктов Но Сегодня Уже Отработали Да Отработали 470 Пунктов Опять Вверх То есть Вот От этого Уровня Можно Будет Рассматривать Дальнейшую Позицию Вверх Потому Что Дальше Здесь Вот Просто Несколько Дней Пустоты Не За что Зацепиться Какие-то Старые Давние Исторические Уровни Они Могут И не Сыграть Роль Могут И не Сыграть Хотя Может быть Наоборот Старый Исторический Уровень Может Намного Быть Сильнее Ну Как Показывает Пока Что Нам История Да То Он Был Сильный Вот Этот 760 Уровень Давайте Его Отметим 97 757 Пускай Будет 3 Тика Не Играет Никакой Роли Особ То Сыхай Этого Дня У нас Сильный Уровень Посмотрим Но Если Мы Его Пробиваем Да Если Мы Его Пробиваем То Дальше Улет Цены Улет Цены Теоретически Должен Быть Очень Большой То Если Мы Пробиваем Хай Этого Дня Дальше Цена У нас Должна Скакануть Очень Отлично Я Бо Сказал Перейдем На Минутку Посмотрим Что У нас Здесь Творится А Творится У нас Следующее Проколь Чика Не Цена Опять Прет Верх Ну Посмотрим Посмотрим Если Будет Здесь Какая Консолидация Над Этим Уровнем Попробуем Отработать От Уровня Верх Пока Что Больше Нечего Только Зря Опять Видео Растягиваю Да Ну Так Мысли Вслух Потом Какую Какую Точку Входа На Стоп Лосс Больный Больный Стоп Лосс Да 67 Пунктов Влазить В эту Историю Я не хочу Не хочу Если бы Вот это Ложное Пробитие Было бы Чуть Пониже Да Можно Было бы Стопик Спрятать Хотя бы 40 30 Пунктов Ну 40 Да Можно Было бы Войти На 70 Пунктов Я не хочу Соглашаться Тем более Что История У нас Такая Неоднозначная Да То есть Инструмент Уже Прошел Два Своих АТАра Дневных На продажу Да И Сейчас Полная Вероятность Того Что он Может Здесь Поколбаситься Развернуться И шурануть Вообще Куда То Вот Сюда Поэтому Уверенности Продолжения Движения Нет Прогнозируемое Есть Да То есть Смотря На Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Дней Которые Мы Видим Которые Мы Видим Восемь Девять Десять Десять Дней Да Обратных Которые Уже Были Здесь Больше Цена Нигде Не Зацеплялась За это Время То есть И не Опускалась И Ну То есть Нигде Глазу Зацепиться То есть Соответственно Можно Так Подумать Что А вот Смотрите Что происходит У нас У нас Вон В обратную Сторону На покупку На часовике Наша Моделька Рисуется Друзья И Поэтому Мы Зайдем В нее Красивая Моделька Сейчас Немножко Отформатируем Стоп Лоссы И Крик Профиты Ух Видите Надо Надо По Таймфреймам Ходить Потому Что Здесь Ее Не Видно А Здесь Ее Уже Видно То есть Что У нас Тут 40 Пунктов Тут Как раз Где-то 5 Пунктов У Нас Давайте Еще раз Промерим 50 50 На 150 Вполне Возможно Тяжело Конечно Но Возможно Еще раз Промерим Да Посмотрим Друзья Что С Этого Получится Получили На Часовике Да Обратную Нашу Модель Посмотрим Возьмем Не Возьмем Стоп Коротенький Почему Не Попробовать Как Говорится А Стоп Реально Коротенький Вот Прям Если Б Сейчас Заходить Немножко Я Переждал А Если Сейчас Б Зайти То Вообще Был Короткий Стоп Там В Тридцати Пунктов А Ну Да У нас Плюс Десять Пунктов Еще Вверх По Комиссии Все Забыл А так Мы Нормально Вошли Где-то Около Тридцати Пунктов От Наших Ушей Овчарки Нашей Наша Овчарка Нашла Цель Посмотрим Достигнет Ладно Сегодня Не будем Вот эту Демаголику Философию Разводить Будем Ждать Результата Итак Друзья Не отрабатывает Не отрабатывает Моделька В нашу Сторону Сходила Она Всего Лишь Ничего Чуть Чуть 16 Пунктов Вверх И потом Обратно Вернулась Вниз К сожалению Ну Не отрабатывает Посмотрю Может быть Может быть Это просто Поход за стопами Для того Чтобы пойти Вверх Послежу Что будет Происходить Дальше С ценой Поэтому Если цена Будет возвращаться Обратно Сюда же Попробую Еще раз Войти Просто С более Лучшим Мы знаем Что у нас По этой модели Есть один Такой Минус Перейдем На часовичок Чтобы Явно Это увидеть По этой модели Есть один Небольшой Такой Минус Когда она Формируется Да Вот Потом Здесь Открывается Цена Может сразу Пойти Обратно Да А может Немножко Вернуться Пойти Сюда Потом Обратно Вернуться Да Может Вытянуть Это ухо Очень Очень Сильно Да Бывает Даже До 30 Пунктов То есть Вот Даже Вот так Вот Бывает И до 35 Может Вытянуться Одной Из ушей Да А потом Обратно Цена Уйдет Далеко Вверх То есть Это всего Лишь Походы За стопами Мы Заходим Мы Заходим В эту Модель Заходим В эту Модель Более Рискованно Скажем Так Но Ничего Не Поделаешь Так 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 Уж Так Уж Рынок Поэтому Я Сейчас Еще Раз Выставлю Завис Терминал Поэтому Я Еще Раз Выставлю Сейчас Отложенный Ордер Бай Стоп Выше Уровня Да Стоп Лоссом Максимальным Для нас И Это Наверное Будет На Сегодня Последний Последний Ордер Там Дальше Новости Идут Может Быть Вот Это Замедление Рынка И Как Раз Ждут Новостей Да Вот Опять Ну Не Хочется Упустить Этот Моментик Все Ставлю На Паузу Жду Жду Что Будет Происходить С Ценой Итак Друзья По Франку Мы Забираем Take Profit Вот Просто Был Еще Один Поход За Стопами Вот Так Я Вам Скажу Да То Еще Был Один Откат На 40 Пунктов За Стопами В принципе Правильный Правильный Да Мы Стоп Свой Поймали И Сработал Наш Отложенный Ордер И Как Мы Видим Импульс Был Достаточно Хороший То Есть Уже Здесь Стояло У нас Достаточно Большое Количество Отложенных Ордеров Да Отложенный Ордер Я Поставил 40 К 120 Да И То есть Один К Трем Я Забрал Вот Пока Что Будем Следить Смотреть Что Будет Дальше Происходить Еще Время Есть Немножко У нас До Новостей Да То Видим Хорошая Свеча Такая Большая Брык Вверх Хороший Откат В принципе Это Логично И нормально Все Ждем Дальше Может Еще Что Будет Вот Смотрите Что Еще Произошло По Франку То Расчет Моего Входа Был Ювелирный Можно Так Сказать Давайте Зайдем На М1 Для Более Четкого Да Смотрите Здесь Я Вхожу Здесь Получаю Тейк Цена Еще Проходит Буквально 11 Пунктов И Теперь Смотрите Что Происходит Тотальное Уничтожение Да Просто Вот Насколько Волатильный Сейчас Рынок Да То Пошли Открыли Все Байстопы Вернее Сел Да Сел Стопы Вернее Сел Лимиты Да Кроме Байстопов В эту Сторону Открылись Еще и Сел Лимиты Тех Людей Которые Хотели Да И Вот По стопам По Тейкам Кто Хотел Сколько Тейка Взять Да Вышел Я Здесь Вышел Соответственно Все Дальше Как бы Я Продал На Этом Уровне Все И Цена Отсюда Начала Опять Дергаться Вниз И Улетела Вниз Смотрите Собрались Какие-то Шартовые Стопы Плюс Люди Повыходили Да Кто Хотел Вот Я Хотел 120 Пунктов Забрать Да Я Забрал Этих 120 Пунктов И Вышел С рынка Тоже По Тейк Профиту И Дальше Рынок Дальше У нас Обрушивается Вниз Просто С такой Же Силой Как Как И Пошел Вверх То Есть Это Сейчас Может Быть Предверием Для Дальнейшего Движения Цены Вниз Хотя Она Уже Много Прошла Но Все Равно Может Еще Пойти Вниз Да То А Дальше Как Мы Смотрели Тут Полет У нас Далекий Да Давайте На Часик Перейдем Дальше Тут Полет Может Быть Очень Большой Потому Что Ничего Здесь Мы Не Задеваем Ближайшего Да Давайте На Четырех Часовик Перейдем И Вот Аж Там Я Не Знаю Четырех Часовик Сложно Вычислять Да Вот А Ну Тут Получается На Четырех Часовике Разграничение Месяца Идет Да То есть Один Месяц Целый Месяц Вообще Ничего Смотрите Не было Да Здесь Пустота И Аж В том Месяце Когда Начали Из дна Доставать Потихоньку Рынок Да Начали Потихоньку Из дна Доставать Рынок После Крушения Его Да После Вот Этого Огромного Крушения Вот Начали Помаленьку Помаленьку Рынок Вытягивать Вот Да Смотрим И Здесь Уже Есть Какие То У нас Есть У нас Какие То Вот Допустим Как Этот 96 450 Плюс Минус Уровень Кинем Этот Уровень 96 96 453 Пускай Будет Такой Уровень Да Так А сформировался Он у нас Лоу 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 96 452 96 457 96 457 96 461 Ну Плюс Минус Вот Где-то В это Время Вот Здесь Еще Было У нас Касание 96 463 96 452 Да То есть Имеет Место Быть Такому Уровню Да Видим На 4 Часовике То есть Вполне Возможно Что цена Сейчас у нас Улетит Дальше К этому Уровню Да А тут У нас От уровня До уровня 100 Пунктов То есть Еще на 100 Пунктов Цена Может Сходить Вниз Да Давайте Перейдем На более Маленький Таймфрейм Дабы Увидеть Это Как оно Тут У нас Обстоит Дело Вот Ну Тоже Резко Очень Резко Цена Дергается Вниз Открывают От уровней Кто-то Вот здесь Захотел Себе Открыться Да На пробитии Уровня Да На шорт Поэтому Поэтому Вполне Вполне Возможно Почему Нет Что Цена У нас И до Этого Уровня Сегодня Дойдет Хотя Она Я же Говорю Уже Прошла У нас Достаточно Большое Расстояние Да Но Опять же Смотрите Опять же Уткнулась Вот По Лоу Да Ну Уровни Работают Да Как Сказать В Разной Степени Своей Жесткости Но Работает То есть Как Сейчас Мы Видим Вот у нас Лоу Сегодняшнего Дня Да Лоу Сегодняшнего Дня Сдерживает Немножко Идет Какая-то Консолидация Уже Небольшое Было Пробитие Да И вот Идет Консолидация Над уровнем Поэтому Может быть Дальше Движение Сейчас Может быть Что-то Вот Такое Сюда 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 И дальше Вниз К уровню То есть Какая-то Небольшая Консолидация И дальше Проход Дальше К этому Уровню Тем более Что Уровень Уже Опять Пробит Сверху Вниз Будем Смотреть И ждать Ой Друзья Смотрите Что у нас Здесь Формируется По Австралийцу А по Австралийцу Формируется У нас Хороший Вход На Продажу Давайте Мы Заселимся Здесь Заселимся Ну И тоже Где-то 30 на 90 Забахаем Да Не Маловато Маловато Сейчас Стопик Чутка Поправим Так Минутка Это Будет Слишком Ненормально Так 5 пунктов Нам Надо Не Больше 4 На Пунктик Подтянем 5 Пунктов Итого У нас Стоп Лосс Наш Составляет 41 На 120 Да На 120 65 716 716 Тащим 716 Вот так Посмотрим Посмотрим Что у нас Получится По По Франку Мы Отработали Разворотную Модель Да Смотрим У нас Хороший Бар Стреляет Где-то В районе Одного АТР Да Да АТР У нас 500 На 5 Делим Соточка Получается Соточка У нас Барчик На соточку Стрельнул И Вполне Себе Вполне Дошел У нас До До Грани Нашего АТР И Отсюда Еще У нас Тут Уровень Да Вот То есть Цена Достигла Уровня Своей Перекупленности Плюс Уровень Смотрите Как Красиво Закрылась Открылась Пошла Вниз Вполне Вполне Почему И нет Допустим Откат Сюда Откатик Пойдет А потом Себе Может И пробивать Я не имею Ничего Против Да Ладно Следим Итак Друзья Цена У нас прошла Уже 2 к 1 Поэтому Переносим Наш Стоп Лосс Пониже Да В безубыток Потому что Импульсно Такие Импульсные Подергивания У нас У цены Все Перенесли Вот Перенесли Стоп Лосс Малыш Все время Бегает Не дает Мне Работать Спокойно Вот Получается Перенесли Стоп Лосс 13-14 Пунктов Вот И будем Ждать Или это Тейк профит Или это Будет Разворот Или это Вот Будет Где-то Здесь Сейчас У нас Удар Да И отсюда Может быть Возвратик Какой-то Будем Фиксировать Опять Прибыль Пока что Не знаю Но Вот здесь В этом Диапазоне Да Можно Ждать Какого-то Задержки Цены Какой-то Потому что Видите Что здесь Накопление Тоже Накопление Накопление Какие-то Ложные Пробития Потом Только Цена Пошла Вверх Да То есть Что-то Здесь Тоже Какой-то Сдерживающий Фактор Для Отхода Цены Вниз Был Поэтому Не факт Да Не факт Что у нас Цена И пойдет Ниже До нашего Тейк профита Ну Все Возможно Все Возможно Будем Ждать Смотреть Или же Сейчас Вон Она Устремилась Вверх Да У нас Вообще Вот такая Свеча Это Очень Опасная Можно Так Сказать Свеча Предвещающая Крест Такой Да Предвещающая Смерть Движения Давайте Увеличить Чтобы было Более Наглядно Видно Да Такой Крест У нас Да Предвещающая Как бы Конец Движения Может Быть и конец Движения У нас Уже Тут Потому Что Это Я На Минутке Да Чтобы Было Более Наглядно Видно Как Цена Ходит И Какие Она Препятствия На Своем Пути Ловит Вот Но Пока Что Пока Что Моделька У нас Отрабатывается То Есть От Открытие Ушко Причем Ушко Небольшое Всего Лишь 10 Пунктов Да Хорошая Ушко Вошли Мы По 40 Стоп Лос Закрылась Свеча Уверенно Под Открылась Новая Сходила Немножко Назад И Потом Импульсное Движение Большое Вниз Причем Если Взять Движение Давайте Возьмем С открытия Сначала Да Уже 80 Пунктов С открытия А Если Взять Целое Движение То Целое Было Уже 100 Пунктов Да То есть Целое Свечи Вверх И Вниз Будем Надеяться Что Дойдем До Тик Профита Тем Более Не Так Уж И Много Осталось На самом То деле Если Взять Вот Сейчас То Осталось То Вот А Вот Показывает 50 Пунктов Всего Да Но Цена Уже Была И Пониже Да Отсюда Было Еще Меньше Отсюда 30 Пунктов Было Должна Пройти По Крайней Мере Насколько Я Заметил Вот Эта Модель Обратного Движения Ложного Пробития Ложное Это Модель Ложное Сложное Пробитие Называется Да То Ложное Пробитие Это Когда Вот Так Вот Да Один Тычок Если Вот У нас Был бы И потом Цена Укатилась Вниз Да А Ложное Сложное Пробитие Состоит Там Из 2 3 Баров Вот Сейчас Как В данном В данном Примере Да Здесь 3 Бара То Одно Сформировало Ложное Пробитие Закрылось Над Уровнем Следующее Открывается Над Уровнем Тоже Тоже Немножко Походила Цена Но Потом Все Таки Пошла Закрываться Под Уровнем Третья Тоже Пробовала Пробиться Не Пустили Пошла Вниз Да То есть Импульсное Такое Хорошее Сильное Движение Вероятность Того Что Дойдет До Тейк Профита Велика Все Сидим Ждем Хватит Уже Опять Я Сегодня Болтаю 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 Кстати Сколько Я тут Наболтал Сегодня Он Уже Больше 2 Уже Больше 2 Часов Наболтал Поэтому Надо Надо Укращать Это Все Дело Прекращать Ну Мне Потом Легче Анализировать Мне Потом Я Делаю Этот Дневник Больше Для Себя Да И Публикую Его Просто В общий Доступ Чтобы Тот Кто Интересуется Торговлей На рынках Мог Тоже Посмотреть Как Здесь Происходят Эти Все Дела Посмотреть Поинтересоваться Все Таки Мы Работаем Такой Хорошей Стратегией Александра Михайловича Герчика Очень Известного Трейдера Да В кругу Трейдеров Вот Человек Который Стал Участником Фильма Воин Воин из Волл Стрит Да Документального Фильма Вот Но об этом Я уже Обо всем Рассказывал Все Ждем Нашей позиции Ждем Что там Произойдет Итак Друзья Не отрабатывается У нас Моделька Выходим Мы Из сделки По безубытку Цена Разворачивается И Хочется Сказать Слово На букву П Но она Идет Ползет Зараза Вверх Да И Стучится В наш Безубыток 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 Это лучше Чем Убыток Давайте Крутнем Вниз Посмотрим Да Четко Поставил Безубыток Доллар 10 Комиссии Доллар Комиссия И Вниз 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 Да Вот У нас Новости По Доллару Которые Могут Рынок Тоже Всколохнуть Немножко Могут Рынок Всколохнуть Ладно Друзья Продолжаем Следить Модель У нас Не Отработалась Да Но Убытки Мы Урезаем Наши Убытки То есть Не Отработалась С первого Раза Хорошо Красиво Импульсно Да Значит Нету Силы Хода Значит Нечего Пересиживать Вот Нечего Брать Минуса Будем Ждать Тогда Тех Возможностей Где можно будет взять хорошую прибыль Так Чтоб уверенно Цена сходила Пробила Сходила Обратно Зафиксировали Тейк профит Все Вот как допустим В этом примере Да Вот Где мы взяли Тейк профит Цена пошла Сходила Четко Сколько тут у нас На этом баре Мы вошли Раз бар Два бар Причем Ни одного Рывка Не было Да На пробитие Вот этого уровня Мы ходили Все Цена Четко Сходила В нашу Сторону Без Всяких Проблем Отлично Отлично Супер Супер Все Довольны Все Довольны Вот Взяли 120 пунктов Тейк профит И красавчики Развернулись И пошли Дальше Здесь же Так Не произошло Поэтому Поэтому Ну и Хорошо Ну и Хорошо Не Отработала Модель Просто Так И Запишем Смотрите Друзья Что Происходит Идет У нас Получается Поджатие Под уровень Идет Поджатие Под уровень Причем Такое Видное Поджатие Каждый Лоу Выше Предведущего Да То есть Как у нас По картинке Сейчас я Найду Ее Вот Если взять Картинку Пробоя Да Лимитный Продавец Тут Какой-то Стоит Да И Динамический Покупатель Вот Смотрите Как Как у нас Это Пятиминутка Да То есть Здесь более Детально Видно Вот как Цена Подходит Да Подходит Подходит И сокращается Вот пошло Пробитие Да Пошло Пробитие Уровня И Можно ждать Движение Вверх То есть Пробойная Модель У нас Работает Работает Но Насколько Это движение Будет Вверх И где Нам Ставить Стоп Да Тоже Вопрос Да И Ставить Там 40 Допустим На 120 Допустим Да Заходить Или 30 Вот Сейчас Заходить Да Просто За уровень Стоп Выкидывать Ну Я не знаю Это буквально Любое движение Против нас И все И мы забираем Этот стоп Смысла Нету Не знаю Моя Моя Стратегия Мани Менеджмента Да И риск Менеджмента Не позволяет Мне здесь Входить На пробой Уровня То есть Если ставить Ну хотя бы Вот за За этот Лоу Да 5 пунктов От этого Лоу Давайте Попробуем Это Продемонстрировать Вот Блин Давайте 4 И вот Она 100 Пунктов Надо Заходить Со стопом 100 Пунктов Такое Себе Я вам Скажу Поэтому Входить Не буду Итак Друзья В очередной Раз У нас Наближается Приближается Формирование Разворотной Модельки Да Ложное Пробитие Сложное Ложное Пробитие У нас Произошло Да Но еще Пока цена Не ушла Вниз Но Я так Думаю Что она Таки Пойдет Вниз Под уровень Почему Потому что АТР Мы уже Весь Сегодня Дневной Прошли Да Причем 560 Пунктов АТР Мы прошли Да И уже И уже От Дневного АТР 170 Пунктов Вверх Вот Поэтому Я ожидаю Сейчас Обратного Движения Да Конечно Вход Здесь Сильный Вход 50 Пунктов Меня не Привлекает Поэтому Попробуем Найти Здесь Где-то Повыше Точку Входа А Повыше Это Наверное 950 Уровень Был у нас Такой 0.9 950 Вот Крестик Видите Сигнал Что больше Хода Вверх Нету Крестик Образуется У нас Нет 950 Нету Давайте Посмотрим Что у нас Здесь Вообще На Часовике Что у нас Показывает Часовик 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 Наш Часовик А Часовик Показывает Что у нас Тут и Рядышком Ничего Нету Хорошо Четырех Часовик Что у нас Показывает А Четырех Часовик Показывает Что у нас Тоже тут Рядом Ничего Нету И после пробоя уровня 09914, мы можем полететь еще очень высоко, 260 пунктов до следующего уровня. Хм, может и не стоит ввязываться, даже если и сформируется у нас обратная модель, да? Вот уже, смотрите, 20 пунктов разницы между ушами. Опасно, опасно, подождем, друзья, посмотрим. Лететь есть куда тут в цене. Еще раз, еще раз быстренький анализ такой. Рядом ничего нету, аж далеко-далеко исторические там какие-то уровни, да, которые вот уже аж здесь. И то, и то вот он какой-то, правда, будь здоров, Максимушка. Зеркальный уровень, очень старый. Такое себе, такое себе, друзья. Ну, посмотрим. Вот, видите, что происходит. То и происходит, как я и говорил. Уже разница, уже все. Уже здесь у нас нету входа, получается. Погодите, 15 минутку включим. Че я на часовике осмотрю? То есть, тут у нас ушка почти нету, а здесь уже 22 пункта. Уже такое. Ну, и наша точка входа отодвинулась. Все, точки входа у нас нету здесь. Все, друзья, извиняюсь за такое заранее включение, но выглядело очень красиво, да? И даже если сейчас цена и развернется, и пойдет в нашу сторону, мы не имеем никакого морального права входить в эту сделку. Просто-напросто. 80 пунктов, это многовато. Стоп-лосс 80 пунктов. Заход сюда, потом обратно, вылет туда. Ух, можно больно-больно потерять. Тем более, что вот у нас новости. Вот у нас новости. Если новости у нас выйдут плохие, то евро вполне себе может пойти в рост. Кстати, да, почему бы и нет, да? Почему бы и нет? Евро, новости по Америке плохие. Уровней у нас здесь нету никаких, что может сдержать цену, да? И цена может себе вполне стрельнуть таки достаточно хорошо. Ну, вот как раз и понаблюдаем этот процесс. Давайте перейдем на минутку. Посмотрим, что у нас здесь на минутке. На минутке особо такого ничего нету. Просто резкий подъем, да, резкий импульс вверх и заход на уровень. Вот надо посмотреть, будет ли тут какая-то консолидация, да, хотя бы до новости. И тогда может быть какое-то движение. Вот, по евро будем наблюдать. Очень интересная картина у нас складывается по евро. Даже вот на минутке оставлю, чтобы более детально было видно, что у нас происходит. Где еще у нас что тут интересного? Больше ничего нигде. Вот по иене тоже, да, картинка у нас похожа, но здесь уже тоже больше 65 пунктов надо на вход нам. Ну, 60. 60 это уже выбивается из рамок нашего входа. То есть не подходит. Что у нас тут часовик показывает? Просто прокол. Просто хороший прокол вниз, да. То есть доллар начинает иене проигрывать. Гнал, гнал, гнал. Теперь начинает потихоньку отпускать у нас иену. 15-ти минутка показывает нам возможное образование нашей модели, да. Опять же, если новости, если новости по Америке выйдут плохие, иена еще вырастет. Ну, возможно и движение тоже вниз. Тоже можно переключиться на М1, чтобы более детально смотреть, да. Вот, и я бы такое, что я бы поменял местами это все дело. Да, то есть это сюда. Нет, не так. Это сюда, а это сюда. Ну, ладно, эти технические настройки я себе сделаю сам поближе, чтобы было видно два графика, да. По остальным инструментам пока ничего интересного нет. Вот здесь поджатие, пробитие вроде прошло, да, перед новостями. Красивое тоже поджатие было под уровень, да. Лимитный продавец не давал пройти несколько раз. Раз, два, три, четыре. И на пятый случился пробой. Но опять же идет немножко откат сейчас. Тяжело мне пока что такие пробойные модели анализировать, что будет с ценой дальше. Тем более, опять же, покупать по риск менеджменту, по манименеджменту я не могу. Потому что у меня конец дневного движения, да. То есть конец моей расчетной модели, скажем так. Бензина может не хватить. Да, новость может спровоцировать движение дальше вверх, да. Плохая новость по Америке. Австралийца может фигануть обратно вверх. Но морального и этического права входить я не имею. Иначе я иду против своих риск и манименеджментов. Итак, друзья, вышла новость по Америке. Америке уже по всем, да, по всем, по всем, по всем она отгремела, уже отзвенела у меня по всем инструментам, да. Вот. Только почему-то по Новой Зеландии не отображается эта новость. Видать, никак она к Новой Зеландии не относится. Новость была о запасах нефти, да. Вот, и как мы видим, реакция 70 пунктов сразу в одну сторону, да, по Йенке. Но я бы сейчас и здесь бы и пока не входил, да. Во-первых, Йенка у нас отошла. От точки входа по риск менеджменту мы не можем входить, да. Что у нас тут с евро-долларом? Евро-доллар тоже отошел сильно от уровня. Тоже опасно входить, да. И хочется, и колется, как говорится, да. Надо ждать, надо ждать что-то приближения какого-то к уровню, потому что очень, очень, очень рискованный вход, да, у нас. Если на покупку заходить, то стоп надо ставить где-то аж здесь. Ну, или за ближайшим хотя бы. Ну, вот по ближайшему можно входить, да. Но опять же, не факт, что цена сейчас у нас не сбегает за стопами для того, чтобы потом побежать повеселее вверх, да. Такое у нас практикуется. Вот, после новости, смотрите, раз. Рывочек вниз, вверх, да. И сейчас опять, как говорится, пружина сжимается. То есть, если условно взять и вот так вот провести, вот так вот провести, да, у нас пружинка-то сжимается. Посмотрим, куда пойдет цена. Но пока что каких-то таких четких, явных нет у нас. Ни накоплений, ни ничего, да, видим. После новости на 5-ти минуточки вот хорошо видно. Плук, прострелила вниз. Потом вышла вверх. Потом опять разрезала уровень. Теперь вот опять тоже вверх. По чуть-чуть. И в итоге такое что-то. Ни туда, ни сюда. Как будто бы цена набирает, да, набирает позицию в какую-то из сторон. Или вверх, или вниз. На 15-ти минутке. Что у нас здесь тут? Как у нас обстоят дела? На 15-ти минутке не отработавший себя, да. Не отработавший себя и очень опасный с большим стоп-лоссом. У нас вход на продажу был, но очень некрасивый, да. То есть ухо такое удлинилось, увеличилось. Причем оно увеличилось быстрее, чем зашло под уровень. То есть был еще больше отход от уровня. Вот сейчас вот что-то похожее формируется. Повторение, да. Повторение со 45-ти, с 50-ти пунктовым стопом. Но вообще мне не нравится, да. Вообще мне не нравится. Все-таки я прогнозирую. Новость вышла у нас с отрицательным показателем. То есть прогноз был запас нефти полтора. Я не знаю, в чем там оно исчисляется. Ой, не в баррелях, в миллиардах, может, или в миллионов баррелей, да. А вышел минус 4. То есть минус 4,9, вроде почти минус 5 миллионов или миллиардов баррелей, наверное, миллионов баррелей, да. Вот, отрицательный прогноз. Не знаю, что они сделали с ним, сожгли эту нефть или что. Ну, так и говорили, что, скорее всего, что будут сжигать, да. Вот, потому что накапливать нету хранилища. Некуда, хранилища все переполнены. Вот, и цена у нас как-то так реагирует. Может быть ложный-сложный пробой. Такой раз, два, три. Четко у нас цена ударяется тут. Видим, да. В 0,9954. Да, давайте точнее посмотрим, хайчик у нас какой. А хайчик у нас 0,9953. Да. 953 хайчика. Тут у нас-то точно такой же, да. Нет, 954. То есть один пункт плюс-минус. Ну, такое, друзья, такое, ничего не могу я сказать. Давайте на 30-минутку посмотрим, что у нас здесь 30-минутка рисует. Отодвину я стрелочку на 30-минутке. Вообще ничего интересного. Да, закрытие у нас в уровне. По 30-минутке 80 пунктов у нас вход. Даже, да, даже если на наложное пробитие. На часовике у нас просто пробитие произошло, да. То есть те, кто работает по часовику, они видят такую картину. Произошло пробитие. Сейчас цена будет фиксироваться, да. Будут ждать фиксации для того, для похода вверх. Поэтому, ну, те, кто на часовике заходили, те хорошие ребята, уже мощные, которые могут себе позволить стопы по 150 пунктов хотя бы за свечку, да, нашу, за часовую свечку закинуть. О, на 4-х часовике это просто одна свеча, которая прошила два уровня, да. Вот, ну, дальше лезть нам нечего. Дальше дневочка. Непонятное, непонятное, друзья, состояние возле этого уровня. Но лучше все-таки перейти на младший таймфрейм, для того, чтобы более четкую картину видеть поведение цены, где она больше задерживается, да, где идет какое-то накопление. Если накопление идет сверху над уровнем, значит, пойдем вверх. Если переместится цена и пойдет накопление в нижней части, то пойдем вниз, да. Пока что, как бы, баланс, баланс на верхней части, то есть на нижней части только по пару свечей ложных, так сказать, пробитий, да. Вот, и все. Здесь, как мы видим, формируется у нас грань этого. Вот, то есть сюда нам придется прятать стоп. Если, а это 70 пунктов. Ну, все, никак мы не можем входить здесь на покупку. Жаль, очень жаль. А меньше стоп ставить, допустим, где-то сюда. Но это тоже подвергать себя риску огромному, да. Чтобы 40. Опять же, или в эту сделку тогда входить просто с фиксированным там стопом 40 на 120, допустим, да. Сколько у нас до следующего уровня? До следующего уровня высоко, высоко. 270 пунктов. Короче, будем наблюдать. Итак, друзья, пол седьмого вечера с 10 до пол седьмого. Сами понимаете, устал. Все, хватит на сегодня. Итак, подведем итог. Начали мы с балансом 999, да, и там какие-то копеечки. Грубо говоря, 25 долларов мы вторговали в пунктовом эквиваленте. Это 250 пунктов сегодня у нас прибыль. И 25 долларов, да. История счета показывает нам вот 24,80, да. Минус комиссии. Много у нас было сегодня трейдов. Давайте посмотрим это более детально. Сразу отчетик сделаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Одиннадцать трейдов. Было у нас 11 трейдов сегодня. Из этих 11 раз, два, три, четыре. Четыре минусовых, да. Четыре минусовых. Еще раз. Раз, два, три, четыре. Четыре было у нас топ-лосса. И получается семь тейк-профитов. Ну, это уже лучше. То есть потихонечку статистику мы свою поднимаем. Все, друзья. На сегодня хватит. Всем хорошего дня. Всем хорошего настроения. Пока. До завтра.